добрый день добрый день дорогие друзья напишите пожалуйста в чате как вы меня слышите видите есть отлично видно и слышно хорошо итак можем начинать добрый день еще раз мы рады вас приветствовать на всеукраинской лидерской встречи и конечно же сегодня предпраздничный день и это значит что все кто собрался для вас важно получить информацию сегодня и использовать ее в своей своей работе но для того чтобы начать встречу я конечно же по традиции начну с самого главного да это с нашей стратегии с нашей стратегии красота как образ жизни но забыла представиться представлюсь меня зовут майя жуктина я региональный менеджер арифлейм украина и перехожу сразу же к нашей стратегии красота как образ жизни что это значит для нас но прежде всего для нас красота это не просто внешность это отражение выбранного тобой стиля жизни где важно и то как ты выглядишь и то как ты себя ощущаешь настоящая красота для нас это гармония внутреннего и внешнего и наша стратегия состоит из трех основных составляющих это твоя красота твой успех и твое сообщество и конечно же в этом всем мы являемся экспертами но для чего мы выбрали такую стратегию прежде всего для того чтобы буквально через несколько лет любой человек кого бы мы не встретили не задали вопрос что ты знаешь об арифлейм он бы ответил что арифлейм это шведский эксперт по красоте как образу жизни и сегодня мы с вами раскроем каждый из каждую из этих составляющих твоя красота твой успех и твои сообщества более подробно и я хочу начать блока твоя красота и конечно же хочу пригласить первого спикера нашего вебинара это эксперт по продукции арифлейм украина надежда дроздова ваши овации в чате надя передаю тебе слово друзья всем привет напишите пожалуйста в чате как хорошо вы меня слышите вижу что видите фотографии тоже неплохо отлично ну что конечно с огромным удовольствием я буду говорить о том что предлагает нам компания арифлейм в рамках косметической продукции и уже в принципе ухты как мы далеко-то пошли и уже в принципе так наверно надо на самое начало в принципе я буду говорить о первом каталоге о том что у нас что нас с вами ждет какие интересные вещи на что стоит обратить внимание и первый каталог наверное один из самых интересных один из самых ярких почему потому что он просто каждая страница потрясает своими ценами своими скидками своими предложениями которых достаточно очень-очень много но по традиции конечно же я хотела бы очередной раз вам напомнить о том что нужно знать в первом каталоге каждому лидеру потому что это информация для лидера мы используем продукты для привлечения внимания и как правило это драйвер каталога вот на страницах каталога вы увидите это набор полотенец для привлечения внимания мы используем самые выгодные предложения это масла и нео которые есть на страницах каталога 70 процентной скидкой а на чем же мы с вами зарабатываем конечно мы зарабатываем на главных продуктах на новинках мы зарабатываем на высокомаржинальных продуктах на ароматах мы зарабатываем на категории wellness и в данном случае так звук фонит да друзья у меня нет наушников я не могу вот а сейчас если я вот так ближе вам вам сильно фонит сейчас нормально напишите пожалуйста в чате чтобы я уже не отвлекалась как вам хорошо меня слышно сильно фонит как в банке чуть тише говорите хорошо а давайте попробуем вот так а сейчас сейчас нормально я сделала тише нормально хорошо ну что друзья тогда я продолжу скажу о том что одним из самых еще и высокомаржинальных продуктов которые приносят достаточно много хороший доход это конечно же наша категория волнас и сегодня как и всегда каталог всегда состоит из супер предложений которые есть в начале каталога самые выгодные предложения которые есть в конце каталога драйвер и главные продукты но обо всем по порядку одним из самых ярких предложений которые сегодня есть каталоге это первые страницы это мультивитамины и минералы для мужчин и для женщин которые легко приобрести с 50 процентной скидкой выполнил определенные условия но я хотела бы сказать о том что категория волнас сегодня вышла на такой большой рынок ну просто многомиллионный рынок и появившись в 2009 году сегодня потребление микронутриентов безумно важно для каждого человека чем же отличаются наши продукты продукты мультивитамины и минералы для женщин для мужчин это две идеально сбалансированные формулы для ежедневного потребления для ежедневного которые разработаны специально отдельно с учетом женского организма отдельно с учетом мужского например в мужских витаминах и минералах содержится дневная норма рекомендованная норма магния, крома, селена, цинка в женских витаминах и минералах это железо, кальций, фолиевая кислота то есть все для того чтобы мы с вами чувствовали себя достаточно очень хорошо но напомни сегодня весь мир употребляет в своем рационе те микронутриенты которые мы не можем получить с продуктами питания и поэтому большая выгода и большая возможность приобрести эти продукты с 50% скидкой тем более что на дворе зима и защитить и не подавить здоровье своей иммунной системе будет гораздо гораздо лучше супер предложение в начале каталога и один из самых ярких ароматов это аромат фланкер я напомню что слово фланкер пришло к нам из английского и в принципе переводится как версия определенного аромата с легким изменением нот и дизайна флакона так вот встречайте на страницах первого каталога туалетная вода Лисея Брайт Аура аромат который в принципе безумно красив цветочный имеет одну из самых редких нот редко включает ее парфюмеры в свои парфюмерные композиции это нотка незабудки и создавала этот аромат конечно же Натали Лорсен это одна из самых признанных парфюмеров мира человек который в 2015 году получила премию парфюмер года и сотрудничает с такими гигантами как Версачи создает ароматы для трусарди работает живанши то есть на самом деле аромат с красивым ярким цветочным звучанием который усиливает женственность давит цвет потому что названным не случайно Лисия Лисия в Швеции праздник святой Лисии был совершенно недавно 13 декабря это праздник Лисии светоносной именно этот аромат конечно же дает возможность каждой женщине и каждой девушке подчеркнуть свою женственность и индивидуальность одним из ярких предложений конечно же является новинка губных помад это палитра губных помад зван креатив и в данном случае скажу что на самом деле для каждой женщины губная помада играет безумно важную роль но посмотрите в этой палитре 8 губных помад совершенно разных начиная от блестящих жемчужным сиянием заканчивая насыщенными оттенками это всегда очень-очень удобно в плане подчеркнуть макияж в течение целого дня как по мне я вижу здесь наверное один небольшой недостаток в этой палитре это то что в ней нет зеркальца но здесь есть большое достоинство очень привлекательная цена она уникальная она маленькая она вместительная и поместится в любой косметичке вместе с вашим зеркальцем для того чтобы вы могли подправить свой макияж самыми разными яркими креативными оттенками встречайте драйвер каталога набор полотенец который состоит из двух полотенец одно полотенце банное для тела второе для рук и лица по самым выгодным предложениям почему потому что такой набор полотенец можно приобрести за 279 гривен я вам скажу что за эту цену стоит только одно банное полотенце и на самом деле нет даже не одно а наверное полотенце для лица потому что банное около 500 гривен стоит и на самом деле выгодно получить натуральное 100% хлопковое из красивого нежно-розового оттенка набор полотенец который будет ну будет просто необходим в нашей повседневной жизни главным продуктом я отношу еще один продукт который появился на страницах каталога это новинка это бальзам праймер для губ 2 и здесь ну что можно добавить напомню что праймер с праймерами мы с вами знакомы это выравнивающая основу под макияж например джордани голд это бата под макияж в бренде деван но что же такое бальзам праймер для губ это вот такой вот небольшой формы помады белый карандаш который абсолютно не виден на губах но максимально максимально маскирует контур губ маскирует все морщинки какие-то трещинки какой мы получаем эффект если нанеся вы наносите такой бальзам праймер для губ то однозначно сразу же кожа губ выравнивается а сверху нанесенная любая губная помада во-первых держится дольше во-вторых имеет более насыщенный и более интенсивный цвет главным продуктом в уходе за макияжем в данном случае я еще отношу два продукта которые есть в бренде новейдж представленные на целом развороте каталога это средства для снятия макияжа с глаз новейдж и аппарат для очищения кожи скинпро напомню что уход за кожей вокруг глаз очень очень важен почему потому что это самая тонкая кожа она очень быстро повреждается механические растягивания приводит к тому что именно в этой зоне появляется больше морщинок что же делает средство для снятия макияжа с глаз новейдж оно обогащено таким уникальным составом оно содержит экстракт лекарственной очанки который снимает припухлости под глазами ухаживающий состав который подобран только для нежной кожи вокруг глаз и безумно деликатно снимает макияж что очень очень комфортно ну и аппарат для очищения кожи это одна из самых важных процедур в уходе ну вот в умывании в уходе за лицом почему потому что это такой аппарат который подходит для любого типа кожи который прекрасно снимает загрязнения который улучшает микроциркуляцию который дарит коже розовый оттенок хорошее очищение и в принципе вы получаете гладенькую кожу и это средство вот если если вам после 35 вот 35 и плюс 1 плюс 2 плюс 3 то поверьте это средство будет безумно комфортным комфортным образом делать вашу кожу гладенькой это очень очень здорово у аппарата скин про есть еще одно преимущество у него есть сменная насадка которая подходит для чувствительной кожи поэтому обязательно нужно воспользоваться такими предложениями и обращать внимание на такие продукты какие же самые выгодные предложения на страницах каталога на самом деле на самом деле говоря о выгодных предложениях каталога я хотела бы сказать о том что сегодня на страницах вы можете увидеть целый парад вот такой colorbox event парад скидок на коллекцию colorbox абсолютно все и карандаши и тонарные основы и пудры и тушь и губные помады и лаки и новые оттенки лаков то есть на самом деле это очень важная составляющая и достаточно хороший эконом вариант для того чтобы собрать свою косметичку для нанесения декоративной косметики напомню что colorbox это вариант который заменил коллекцию лореми и сегодня мы можем предлагать каждой молодой девушке вот такое вот отличное сочетание цена качества для того чтобы создавать свои самые яркие оттенки на страницах каталога с большими скидками представлены ароматы прям с большими и 60 процентов и 65 и это мужские ароматы и это женские ароматы и это флангер вот как сейчас на слайде вы видите мужской аромат венчи и рядом его флангер венчер чемпион то есть на самом деле я могу сказать одну очень важную вещь что новогодние праздники не заканчивается друзья и у нас впереди рождество у нас впереди старый новый год у нас впереди огромное количество выходных да 6 и 7 и 8 число когда мы будем ходить друг к другу в гости и если вы вдруг забыли кому-то еще прийти обязательно обратите внимание на эти продукты которые дарят и отличное настроение и возможность приобрести их по самым привлекательным ценам одним из самых выгодных предложений каталога является масло элео который можно приобрести 70 процентной скидкой и я об этом уже сегодня говорила в начале своей презентации что же такое масло элео сегодня ни для кого не секрет что в уходе за волосами мы не ограничиваемся просто шампунем сегодня должен быть и шампунь и должен быть кондиционер и обязательно должен быть дополнительный уход в виде масел и масок для волос это очень важно ну а если говорить о маслах элео то их три вида и все они разные несут совершенно разную информацию если вы видите вот второй посерединке флакон такой высокий это масло спрей самая ультра легкая мега легкая текстура которая наносится на влажные волосы не утяжеляет волосы является прекрасной основой для нанесения вернее для укладочное средство и это масло называется питательное масло для волос элео следующее которое мы видим в самом начале масла слайда это масло разглаживающее которое подходит идеально и для и для двигающихся волос и максимально питает волосы ну и финальное третье масло это масло защитное которое имеет функцию защиты обволакивает волосы и одевает каждый волосок в отдельную шубку и не позволяет волосам повреждаться то ли это солнце то ли это мороз особенно для особенно для тех кто любит зимнее время не использовать шапку головной убор эти продукты важны для того чтобы ваши волосы продолжали сиять сиять и блестеть чтобы они легко расчесывались я вижу что здесь есть комментарии это очень-очень важно масла всегда наносы на влажные волосы на что стоит обратить здесь в этой коллекции конечно же на ингридентный состав потому что все эти масла обозначены органовым маслом одним из самых модных который стоит сегодня на пике популярности абсолютно во всей индустрии красоты здесь розовое масло и масло репильника который максимально благотворно укрепляет волос как снаружи так и изнутри склеивает его и позволяет нашим волосам выглядеть безумно красивыми и сияющими выгодное предложение в конце каталога это то что должно быть в каждом заказе я хотела бы обратить ваше внимание на то что ну не часто мы видим чтобы гели для ухода или для интимной гигиены феминель у нас находились на задней обложке каталога и здесь всегда самые большие скидки я напомню о том что здесь представлены ну за 49,90 гели для очищающие гели для интимной гигиены один с розовой водой а другой с экстрактом орхидеи ну основа всех гелей конечно же молочная кислота и напомню что у наших лидеров у наших консультантов очень часто бывают совершенно разные истории кто-то и не умывается кто-то моет ими посуду друзья мои здесь написано гели для интимной гигиены они будут максимально комфортно для этих зор поэтому берите используйте рекомендуйте и дайте ощущение комфорта себе и всем своим близким и знакомым женщинам это очень-очень важно обращаю внимание на то что уже вот как третий каталог подряд у нас очень активно зимняя книга красоты где есть абсолютно все все темы самые интересные ключевые наши фокусные категории серия новейдж и серия и какие-то интересные статьи и знакомство с экспертами это все очень-очень важно но и антикастинг который сегодня прошел и я тоже нахожусь в чате антикастинг в группе телеграмм и я вижу какое количество более ста мероприятий было зарегистрировано за это короткое время и хотела бы напомнить что антикастинг продолжается и до 11 февраля вы смело регистрируйте свои мероприятия и проводите их и приглашайте людей это очень-очень интересный модный стильный формат знакомства с новыми людьми и их регистрации но на что бы я еще обратила внимание на то что уже в этой книге прямо перевернув обложку вы можете прочитать что у нас появляется новый продукт новый продукт в категории новейдж который безумно нужен нашим мужчинам может быть не все мужчины еще это понимают но это отличная формула успеха мужского успеха в жизни это мужской уход за кожей на ВН и о ней сегодня буду говорить и здесь конечно же являются яркие представители этого ухода это наши лидеры компании Алексей Севрук и Сергей Украинец здесь же мы говорим о том какие есть интересные вещи в категории бонус какие есть интересные рецепты какие есть консультации по применению наших продуктов в плане питания куда мы их можем добавить здесь развивающиеся на развивающие статьи вот например такой вот норвежский или скандинавский стиль который который дает нам возможность чувствовать себя безумно уютно я думаю каждому из нас хочется иногда побыть дома одеть теплый свитер теплые носки заварить вкусный чай где-то укутаться в плед и читать интересную книгу друзья мои сегодня наше желание воплощается вот в таком формате в формате стиля который признан во всем мире это стиль фьюгер и в принципе каждый имеет полное право использовать этот стиль своей жизни и понимать что вы не просто устанавливаетесь вы не просто отдыхаете а вы еще и получаете колоссальное удовольствие к тому же вы еще и в тренде поэтому обращайте внимание на то что есть я хотела бы напомнить что для нас с вами есть ну огромное количество бизнес инструментов таких как презентация каталога таких как видео обзоры новинок у нас с вами есть небольшие видеоблоги с ключевыми продуктами у нас есть всевозможные продуктовые посты да которые вы видите на странице в телеграм и это тоже интересная возможность продвижения для меня большая честь всегда делиться с вами информацией и понимать что вы ею пользуетесь это очень важно и для этого у нас с вами появились и информационный портал куда мы выкладываем презентации для этого у нас появился онлайн календарь где вы видите все мероприятия как оффлайн так и онлайн компании в том числе вебинары по продукции которые например я прочитала вчера но попрощалась ненадолго ровно до 3 января и мы очень-очень скоро с вами увидимся но обратить свое внимание конечно же я хотела бы на ту серию которая обеспечивает мужскую формулу успеха как вы думаете в чем заключается мужская формула успеха я могу сказать точно что это всего лишь три слова быстро просто и эффективно мужская формула успеха во всем сегодня наш мужчина он он не будет искать каких-то долгих окольных путей он будет идти к своей цели прямиком он не будет идти окольными дорогами и это очень важно точно так же как мы и говорим о мужском уходе для нашего мужчины уход точно так же важен как и женщины но обратите внимание что от того большого количества женских баночек пахнущих ягодками розочками цветочками наши мужчины не всегда приходят в восторг для них должны быть какие-то мужские энергичные жизнеутверждающие мужские продукты которые будут в принципе помогать им быть более успешными в своей повседневной жизни и поэтому специально для наших мужчин специально для того чтобы формула успеха состояла из трех слов быстро просто и эффективно Арифлейм создал высокоэффективный мужской уход на вейдж мэн давайте разберемся почему потому что на самом деле мы с вами все прекрасно знаем что же такое на вейдж на вейдж не может быть просто просто содержать например стволовые клетки растений на вейдж это всегда микс это и стволовые клетки растений и это отдельно растительные комплексы поэтому в данном случае в мужском уходе специально для мужской кожи специально разработана серия для мужчин и сделана она мужчинами создана она мужчинами, содержится уникальная формула, это стволовые клетки растения кофейного дерева и отдельно очень активный, биоактивный растительный комплекс, экстракт барабаба. И поэтому это то, что дает уход непосредственно мужской коже. Ведь обратите внимание, что на самом деле мужская кожа очень сильно отличается от женской. Она в два раза толще, на 5% темнее, на 20% чувствительнее. Не огромное количество сальных, потовых желез, волосяных фолликулов. Она безумно плотная, ее тодор достаточно плотный. И процесс старения мужской кожи происходит по-другому. Если женщина замечает свои видимые признаки старения, например, тонкую полосочку, которая потом превратилась в мелкую мимическую морщинку, а может быть потом с возрастом эта морщинка стала более глубокой, то у нашего мужчины в принципе признаки старения сразу становятся видными. Если появилась морщина, то она появилась сразу и глубокая. И здесь нет каких-то десятилетий на то, чтобы ее наблюдать. Поэтому согласно мужскому процессу старения кожи и была создана серия на Вейджмен специально для наших мужчин. Она имеет безумно легкие текстуры, потому как мужская кожа очень-очень долго жирная. Эти текстуры очень легко впитываются. Эта серия очень проста в навигации. И здесь те четыре продукта, которые необходимы мужчине каждый день. А вот обратите внимание на навигацию. На упаковках флаконов прямо под названием написано. Нарисован один квадратик, два квадратика, три, четыре. То есть это говорит о том, что один квадратик это первый продукт, два квадратика второй и так далее. Но я хотела бы с вами познакомиться, вернее познакомить вас с теми продуктами, которые вы можете уже заказывать в январе месяце, хотя официальный старт у нас появится во втором каталоге. Итак, четыре простых шага. Первый шаг это очищение. И в данном случае я представляю вам средства для умывания скраб 2 в 1 на Вейджмен. У вас может появиться вопрос, неужели этим средствам нужно умываться дважды в день? Да, им нужно умываться. Здесь же у вас есть написано скраб 2 в 1. Да, друзья мои, мужская кожа очень плотная. У нее огромное количество себума на лице. Себум это сальный блеск, кожное сало. И поэтому в данном случае, чтобы убрать, ликвидировать, сделать кожу матовой, делать поры уже, обязательно нужно использовать такое средство. Ведь в течение дня на мужскую кожу оседает такое количество грязи, пыли, городского смода, ухлопных газов автомобилей, что кожа обязательно должна задышать заново, используя такое средство для умывания, скраб 2 в 1 на Вейджмен. Второй продукт – это такой тонизирующий гель для кожи вокруг глаз, который обеспечивает уход за кожей вокруг глаз. И обращает внимание на то, что здесь безумно легкая текстура, что здесь металлический аппликатор, который обладает охлаждающим эффектом, то есть и снимает трипухлости под глазами. Быстрее мужчина наш просыпается, ярче становится взгляд. Пятый – это очень-очень нужно и важно для успеха нашего мужчины. Шаг третий – это увлажняющая энергосыворотка для лица на Вейджмен. Здесь обращаю внимание на то, что эта сыворотка, конечно же, безумно легкая. И написано, вот, энергосыворотка на дай энергии мужской кожи. Она снимает следы усталости, она обладает разглаживающим действием. Но и активных питательных компонентов больше, чем в шаге четвертом в два раза. Больше, чем в основном уходе. Но в основном уходе у нас рекомендован увлажняющий гель-крем против старения кожи на Вейджмен, который подходит как для дневного ухода, так и для ночного. Как правило, наши мужчины лет до 30 точно не используют ночной крем. А вот после 30-35-40 хочется, а кожа начинает испытывать какое-то ощущение шелушения. Так вот, такой вот увлажняющий гель-крем прекрасно будет восстанавливать мужскую кожу, максимально увлажнять и работать над тем, чтобы наш мужчина и кожа нашего мужчины выглядела красиво, выглядела молодой. Мы гордимся нашими научными достижениями. Мы гордимся тем, что специально для мужской серии на Вейджмен создавали эту серию мужчины. Работали, работали, не покладая рук, могу прямо так сказать, Ален Мавон вместе со своей мужской аудиторией, своих медиков, своих врачей, лаборантов и так далее. Это то, что дает возможность нам понимать, что мы с вами женщины, мы не всегда понимаем, что нужно нашему мужчине. А вот такой вот мужской подход, он безумно комфортен, потому что мужчина, мужчина понимает, И те продукты, которые, или те компонентные составы, которые включены сюда, стволовые клетки, растения, кофейное дерево и отдельно биоактивный энергетический комплекс, экстракт, бла-бла-бла-бла, это то, что дает возможность к коже мужской быть защищенной, обладает антиоксидантным воздействием, увеличивает обменные процессы клеток в коже, обладает разглаживающим действием, увеличивает тургор, плотность кожи, а также ее эластичность. И на самом деле важно, чтобы вы обратили внимание на то, какая доказана эффективность, потому что эту серию раздали мужчинам, которые в течение месяца использовали ее непосредственно при потребительском тестировании. Почему? Потому что хотелось бы понимать, что это такое за потребительское тестирование, и в данном случае вижу, что, и мы с вами видим, что в течение месяца заметно уменьшение морщин, что выравнивается поверхность кожи, улучшается ее тонус, повышается упругость, это очень-очень важные моменты. Серия на Вейджмен одна из самых важных, ключевых серий в мужском успехе, в мужском уходе и в мужском подходе к жизни. Поэтому, если сегодня у нас есть в аудитории мужчины, бурные аплодисменты вам, потому что непосредственно для вас у нас появились те продукты, которые нужны только вашей коже. Ну, а я в свою очередь хотела бы вам напомнить о том, что ухаживать за кожей нужно, ухаживать за кожей важно. Мы все хотим выглядеть молодыми, эффектными, стильными, спортивными, и это один из тех первых и правильных, грамотных признаков. И в завершении хочу сказать, что здесь в чате появился вопрос по поводу бальзама праймера, о том, какие там ухаживающие компоненты. Бальзам праймер просто обогащен и насыщен маслом ши, и это и увлажнение, и глубокое питание губ, и это отличная возможность не видеть, как может расслаиваться губная помада и скатываться. Ну, а всем яркого праздничного нового года, отличного предновогоднего настроения, отличных продаж и шикарного старта в первом трологе. Майя! Давайте проверим звук, все ли слышно, видно. Напишите, пожалуйста, в чате. Есть, да? Отлично. Надь, спасибо тебе огромное за такие яркие акценты, привлекательные предложения. Я уверена, что нам долго не придется теперь отдыхать с такими выгодными скидками в первом каталоге. Я прям вот сидела, слушала и уже составила себе заказ на первый каталог. Ну и, конечно же, наши мужчины, я полностью уверена, что они просто будут в восторге и оценят по достоинству нашу серию на Вэйджмен. А мы с вами сейчас продолжаем блок «Твоя красота». И переходим к ключевым категориям «Вэлнес и Новэйдж». Я с огромным удовольствием хочу пригласить менеджера по развитию продаж «Вэлнес и скинке» Ольгу Воробьеву. Встречайте ваши аплодисменты в чате. Оля, тебе слово передаю. Как вам удобнее. Вижу, пошли плюсики. Спасибо большое. Ну, во-первых, хочу сказать, что мы уже с вами в таком предновогоднем настроении. Осталось всего несколько дней до одного из самых таких колоссальных праздников, которые только могут быть. Ну и я со своей стороны, конечно же, хочу пожелать вам всех благ, вам и вашим семьям. Ну и, конечно же, поговорить о том, как эти блага можно получить вместе с компанией «Рифлейм». Моя часть с точки зрения «Вэлнес и Новэйдж» – это, конечно же, бизнес-предложение, которое у нас есть. И в этой части я хочу, чтобы мы с вами сегодня поговорили о том, какие, собственно говоря, акценты, какие новости мы услышим в моем сегодняшнем выступлении. Конечно же, мы обязательно с вами поговорим о конкурсе, который у нас уже второй каталог подряд существует на территории Украины. Пройдемся по рейтингам, узнаем о материалах, которые у нас есть в помощи для работы с волносклубами. Ну и, конечно же, поговорим о материалах по сессиям по уходу за кожей лица. Ну и узнаем новую информацию о запусках серии «Новэйджмен». Итак, первое, о чем хочу сказать, это, конечно же, победители нашего конкурса «Волнос История», которые в 16-м каталоге поделились с нами своими великолепными историями. Ну и, конечно же, их результат не может не радовать и не восхищать. Хочу вместе с вами сейчас еще раз отметить, мы уже отметили в наших чатах, на нашей странице официальной в Телеграме, конечно же, на нашем сайте, но и не могу не сказать об этом вот на лидерской встрече в том числе, поэтому, пожалуйста, бурные аплодисменты в чате. Нашим победителям это Светлана Зайцева из города Ромный, это Елена Веремиенко из города Перятин, это Мария и Руслан Сигнаенко из города Кривой Рог. Это люди, которые просто показали фантастические результаты, обратите внимание на цифры, это более 30 килограмм сброшенного веса и особенно восторгается супружеская пара, которая вместе шла к результату. Конечно же, и не меньше восторга вызывает результат Елены Веремиенко, это минус 50 килограмм. И всего за три месяца результат Светланы Зайцевой, это минус 34 килограмм. Это люди, которые полностью поменяли свою жизнь. Мы рады таким результатам, конечно же, мы понимаем, что это фанаты продуктов категории Wellness. И хочу вам сказать, что это действительно не просто так, потому что у людей полностью поменялась жизнь, полностью поменялся ежедневный настрой и то, что они делают каждый день. Также хочу обратить ваше внимание, что в 17 каталоге у нас такой же конкурс действует. Мы уже получили много историй, но осталось еще два дня, и мы ждем, возможно, еще кто-то присоединиться к нам со своей историей Wellness Успеха. Ну и напоминаю, что условия очень простые. Вам необходимо выложить в Facebook или Instagram свою фотографию с коротким описанием истории, и как вы получили результат вместе с Wellness. Результат может быть абсолютно разный, это не обязательно снижение веса, это могут быть и другого рода истории. Вот мы уже в 17 каталоге получили много историй детских, да, когда дети перестали болеть, или поменялась ситуация с точки зрения анализов и так далее. Поэтому, пожалуйста, делитесь вашими историями, не забывайте ставить хэштег Wellness История. Ну и, конечно же, лучшие истории у нас получают в подарок вот такую вот бутылочку Wellness, очень стильную, с красивым дизайном, и каждый из вас может поучаствовать и получить признание. Ну а относительно победителей 17 каталога мы уже с вами узнаем в первом каталоге. Давайте с вами вместе посмотрим, какие уже у нас есть рейтинги на территории Украины, с точки зрения того, какая доля Wellness в той или иной области. Хочу обратить ваше внимание, что я специально здесь поместила на слайды результаты прошлого каталога 15-го, чтобы мы видели динамику и как она меняется, ну и, конечно же, результаты 16-го каталога. Хочу обратить ваше внимание на результаты Черновецкой области, это наши победители, да, так что, пожалуйста, тоже поприветствуйте их в чате. Очень большой процент доли Wellness, обратите внимание, что средний процент составляет вот даже у первых мест, да, 10% и чуть больше, но у нашего победителя в области номер 1 это 31,29%. То есть от общих продаж этой области более чем 31% это продукты категории Wellness. Поэтому мы можем быть спокойны, да, за Черновицкую область, там все заботятся о своем здоровье, да, и следят за этим. Спасибо, конечно же, отдельно АСМу, которые курируют эту область и лидерам, которые делают такой результат. Я надеюсь, что мы в следующем каталоге поделимся с вами уже информацией, кто же там вот так взрывает продажи вместе с категорией Wellness. Я уверена, что вам это тоже интересно. Также поздравляю наши области, которые держат процент 10 и более, но обращаю ваше внимание, что ориентироваться необходимо хотя бы на 15 и выше, да. Поэтому нам есть к чему стремиться, есть куда развиваться. Больше того, хочу сказать, что, как правило, результат области отображает действия одного, двоих, иногда троих лидеров. То есть, даже один лидер может полностью изменить ситуацию в области и вывести ее на первое место. Поэтому всегда думайте о своем результате, потому что он влияет на общий тоже. Следующее, о чем хочу сказать, это Wellness Persona нашего каталога номер 16. Здесь я хочу поздравить Юлию Радзановскую, которая вышла у нас на первое место, обогнала наших предыдущих победителей, которые у нас в 15 каталоге тоже показали очень высокие результаты. Поздравляю Юлю. Я знаю, что Юля с помощью этого восстановила свое звание. И хочу тоже обратить ваше внимание, что у нас, благодаря категории Wellness, те, кто фокусируется максимально на ней, да, конечно же, растут не только доходы, но и растут звания. То есть, люди быстрее закрывают уровень старшего менеджера, директора. И это система, которую легко дублицировать. Если вы сопровождаете менеджеров, то это как раз то, чем можно их вдохновить, что им можно дать с точки зрения бизнес-инструментов. И, конечно же, взрастить нового менеджера до уровня старший менеджер, директор и выше. То есть, это то, что легко и быстро дублицировано. Плюс, посмотрите на эффективность работы с категорией Wellness. То есть, те, кто взял ее за основу, это люди, которые вышли на новые уровни, закрыли старшего менеджера или возобновили свое звание директора. То есть, это то, что позволяет вам держать руку на пульсе, быть эффективным с точки зрения бизнеса, ну и, конечно же, получать высокие доходы. Хочу в двух словах сказать, что работая с категорией Wellness и Novage, доходы меняются кардинально. Потому что распределение по структуре получается очень хорошим. За счет чего? За счет того, что продукты высокобальные, очень равномерно распределяется доход и выплата, когда вы работаете с этими двумя категориями. То есть, например, директор, который работает с категорией Wellness и Novage, может изменить свой доход на плюс 30% от того, что у него есть, если он фокусируется конкретно на этих линейках. Поэтому возьмите себе на вооружение. Я сейчас расскажу, как легко действительно работать с этой категорией, покажу за счет чего. Все благодаря диагностике. Это вот такая встреча, которая длится на протяжении буквально 30 минут. И первый шаг, который необходимо сделать, это, конечно же, пригласить людей. Мы с вами сейчас поговорим о том, как это сделать и какой должна быть встреча. В первую очередь хочу обратить внимание, что вот такие встречи принято называть, вот у лидеров, которые тоже работают плотно с этой категорией, они называют их мониторинг тела. Таких встреч можно проводить порядка 10 в день. Это встреча, которая занимает от 20 до 30 минут. И таким образом у вас, скажем так, все время налажена система работы с этой категорией. И как эта встреча проходит? Сама встреча, повторюсь, длится 30 минут. Первым этапом в этой встрече, первым шагом является взвешивание на весах тонита. Это и есть, собственно говоря, мониторинг состава тканей тела, который показывает вам более 8 показателей, то есть в зависимости, конечно, от весов, по тем нюансам, которые сейчас находятся, в состоянии которого находится ваше тело. Это и вес, это и содержание жира в теле, это общее содержание воды в теле, это мышечная масса, это висцеральный жир, это костная масса, конечно же метаболический возраст, который тоже отыгрывает большой, знаете, такой важный момент в принятии решений, когда женщина становится на весы. Ну и, конечно же, это количество калорий, которые организм может позволить себе потреблять в течение дня, ну и, конечно же, физические нагрузки. То есть вот эти вот составляющие, согласитесь, очень интересно узнать каждому, как вот сейчас, если промониторить состав ткани его тела, да, какие показатели вы получите, насколько они в норме или нет. То есть занимает данное взвешивание не более 10 минут, ну, если хорошо набить руку, то это порядка 5 минут. Есть специальный бланк, который хранится на нашем портале, где вы можете сравнить показатели нормы с теми показателями, которые получил человек. Ну и, конечно же, здесь уже огромный момент в принятии решений, да, то есть когда вы видите ситуацию, видите, насколько она отличается от нормы, вам гораздо проще принимать уже решение, стоит что-то делать или нет. Второй шаг – это обязательно задать человеку ряд вопросов для того, чтобы понимать, в каком направлении дальше рекомендовать ему физические нагрузки, питание, как распределить продукты категории wellness среди его стандартного приема, да, пищи и так далее. Что это за вопросы, вы видите их сейчас на слайде, они также доступны на нашем портале, в вордовском файле, вы можете их скачать, распечатать для себя, ну и, конечно же, проводить вот такую беседу с человеком. Это не занимает более пяти минут, здесь рекомендация не вступать в диалог, главное – получить тезисные ответы, которые зафиксировать рядом с вопросом, это позволит вам дать более профессиональный ответ клиенту, ну и, конечно же, повысить уровень доверия к себе в его глазах, да, потому что вы не просто пытаетесь что-то ему предложить, вы предварительно уточняете те индивидуальные вещи, которые действительно влияют на разные моменты с точки зрения, вот, да, питания, физических нагрузок, ну и того, как человек ежедневно проводит свое время. Третьим моментом, который поможет вам получить положительный ответ от клиента, это, конечно же, те результаты, которые уже есть на данный момент по работе с категорией волны. Здесь мы рекомендуем использовать вам фотоотчет тех людей, которые уже получили у вас результаты. Если таких людей у вас еще нет, вы только стартуете, то, пожалуйста, пользуйтесь результатами наших участников конкурсов и, возможно, своих родных, близких, которые у вас тоже получили результаты с категории волны. Если еще совсем никто, да, вот, не пробовал, и вы только стартуете с нуля, начните с самых близких, начните с себя, начните со своих друзей, пригласите сестру, подругу, куму, чтобы они вместе с вами попробовали, да, получить результат вместе с категорией волны. Очень рекомендовано, как предложить. Давай попробуем, да, то есть, чтобы, скажем так, не нагнетать обстановку, чтобы не тянуть никого за руки. То есть, просто предложите попробовать людям, которые окружают вас для того, чтобы, ну, получить результат. Действительно, ведь каждая женщина желает выглядеть максимально идеально, насколько это возможно, поэтому это актуально для всех. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это, конечно же, рассказать о продукте. То есть, что за продукт является основой в данном случае питания, кто создатель этого продукта, сказать несколько слов о стиге состоянии, о том, что это доктор медицины, профессор кардиохирургии, что это человек, который является светилом в направлении, собственно говоря, кардио-разработок, и он специализируется в вопросах питания и влияния питания на здоровье. Это человек, который имеет более чем 35-летнюю практику и опыт в сфере сердечной и легочной трансфонтологии. Поэтому вот эти вот важные моменты, да, которые отыгрывают роль, кто именно изобрел продукт и что это за продукт, что в нем содержится, да, что за источники белка в нем есть, чего в нем нет, да, это очень важно, что продукт не содержит ни ГМО, ни каких-либо искусственных красителей, ароматизаторов или консерватов, что там только исключительно натуральные пищевые ингредиенты. Это те важные нюансы, которые каждый клиент желает услышать, когда речь заходит о продукте. Скажите, что это специальное белковое питание, которое и поможет, собственно говоря, снизить вес. Вот эти вот четыре составляющие, да, взвешивание на весах, профессиональные вопросы, подтверждение в виде фотоотчета результатов, ну и что за продукт, конечно же, позволяет вам прийти к общему положительному решению, да, клиента, где он готов сделать подписку на наш продукт. Вот эти четыре простые шага занимают порядка 20-30 минут, это рекомендованное количество времени для того, чтобы не перегружать ни клиента, ни себя, ну и, конечно же, чтобы быть эффективным в работе с этим продуктом. Если эта информация вам полезна, если вы тоже считаете, что это эффективно и работает, пожалуйста, поставьте плюсики в чате. Для меня это будет обратной связью вашего мнения, потому что я вижу, что у нас сегодня большое количество участников, вижу также имена тех, кто работает с этой категорией, тех, кто сертифицирован на СПО, те, кто работают с категорией Wellness Life Plus. И я уверена, что какими-то элементами из того, что я сейчас рассказала, вы уже пользуетесь, возможно, пользуетесь уже всем. Надеюсь, что эта информация структурирована и полезна будет для вас. И что-то вы сможете взять, в том числе и для себя. Спасибо большое за плюсики. Вижу обратную связь, значит, все хорошо. Следующий момент, который хочу упомянуть, это, конечно же, показать клиенту, что ваша программа полноценная, то есть вы со всех сторон комплексно подходите к решению вопроса, что здесь будут застронуты вопросы и питания, ну и, конечно же, специального белкового питания, которое нужно внедрить в рацион, вопросов разминки и физических нагрузок, которые могут быть абсолютно разными, ну и, конечно же, поддержки для того, чтобы человек при принятии своего решения чувствовал, что он в верном направлении, правильно движется и в какой-то момент не сбавил обороты. Потому что очень часто бывает, я на собственном примере вам хочу сказать, что, например, у нас на работе есть сообщество сотрудников, которые занимаются после работы спортом, то есть физическими нагрузками. И вот если я сама занимаюсь дома, то иногда я могу пропустить, иногда забыть, иногда специально профилонить, иногда мне лень, иногда что-то еще. Но когда я на работе, и мы вместе идем, и каждый друг друга спрашивает, ну что, ты сегодня идешь на тренировку? А ты идешь на тренировку? То как-то, знаете, даже не пойти, но все идут, а почему ты не идешь? И уже когда ты приходишь на эту тренировку, то ты не будешь филонить, потому что все вокруг смотрят, все вместе с тобой занимаются, ну и конечно же все стараются и выкладываются на 100%. Вот в чем смысл клуба и в чем его поддержка, чтобы человек, даже если он где-то разуверился или там передумал, приходя в клуб, он получает опять же-таки новый заряд мотивации, желания двигаться дальше и действовать. На что еще хочу обратить внимание? Конечно же на категорию NoWage. Здесь у нас тоже есть рейтинг, и хочу поделиться с вами результатами за 16 каталог. Это рейтинг также по доле категории NoWage к общим продажам в каждой из наших областей. Хочу обратить внимание на Кировоградскую область, которая вышла тоже на лидирующую позицию. В прошлом каталоге у нас первое место занимала Черновицкая область. Это, кстати, область, которая у нас, видите, бьет все первые места не только по NoWage, но и по Wellness, да, то есть такой у нас передовик. В этом каталоге обогнала Кировоградская область, так что спасибо вам большое, лидеры Кировоградской области, отличный результат. Но вы видите, что есть куда двигаться дальше, да, есть куда развиваться и куда стремиться, поэтому это большой плюс для нас с вами, мы понимаем, что эта ниша не занята еще, и нам есть, что в ней предложить. Тем более, что наши средства по уходу за кожей лица, вы знаете, что гораздо даже более сейчас востребованы, нежели любые другие предложения на рынке. Я все чаще и чаще об этом слышу. Если раньше, допустим, при разговоре со своей, допустим, подружкой или с Комой, она говорит, я вообще не знала, что у вас есть такие средства и такие категории, то сейчас я слышу и от своих подруг о том, что да, мы знаем, что у вас есть такая категория, да, мы слышали об этом, я от своего косметолога слышала, я еще где-то слышала, то есть все-таки категория набирает популярность, и люди все больше и больше обращают внимание. Я объясню, почему. Все просто, потому что качество, которое мы предлагаем, и результативность, которую они дают, на порядок выше, нежели предложенное на рынке. Есть, конечно, и то, что дает примерно такой же результат, но тогда цена умножайте на 3, на 4 и так далее. То есть если вы прекрасно знаете, что мы как компания проводили клинические исследования среди 4 категорий продуктов, и выяснилось, что только наш продукт имеет клинически подтвержденный результат. Несмотря на то, что мы проводили эти исследования с еще тремя марками, которые, собственно говоря, лакшери класса и очень популярны как на территории Украины, так и в целом в мире. Поэтому, пожалуйста, это самое доступное, эффективное предложение, которое только может быть на сегодняшний день. Это прекрасная альтернатива салонным процедурам, и это то, что может быть доступно в домашних условиях, легко, просто, безболезненно, эффективно, ну и, конечно же, результативно в первую очередь. Также хочу обратить внимание, что у нас, начиная с этого каталога, появляется еще один рейтинг среди лидеров. И так как у нас есть рейтинг Wellness Persona, также у нас есть рейтинг Novage Expert. И, конечно же, среди этих людей у нас фигурируют лидеры с уровня старший менеджер и выше, которые имеют 3000 баллов отрыва от группы, ну, либо же две группы и более. И это наши лидеры, которые показывают высокую долю процента категории Novage к своей персональной группе, да, к общим продажам своей персональной группы. У нас на первом месте Мария Шубеляк, это 23%, даже немножко больше, обратите внимание. Опять же-таки, хочу сказать, что рекомендовано, чтобы это было 30%, да, поэтому нам тоже есть куда стремиться. Но здорово, что мы уже близки к этому результату, и у нас уже есть лидеры, которые показывают такую долю Novage в своих категориях. Также хочу сказать, что это Пинус Нина, Карпенко Олеся, Горячек Ольга и Дмитришин Василий, что тоже приятно, да, потому что мужчина, который работает с такой категорией, наверняка, я думаю, что имеет бизнес-подход, потому что понимаешь, что в первую очередь это также возможность хорошего дохода. Следующее, на что хочу обратить внимание, это на материалы в работе с этой категорией. У нас есть более чем полная система, которая поможет вам в работе с категорией Novage. Здесь есть и приглашение, благодаря которым вы можете, собственно говоря, приглашать клиентов на эту встречу. Здесь есть баннеры формата А2, А5, А1, которые можно использовать как плакаты, как раздавалочки, как листовки. Здесь сжата информация о каждом из наборов этой серии. У нас есть специальные листовки, буклеты, лифлеты, в которых детальное описание той или иной серии. У нас есть видеоуроки, как провести сессию по уходу за кожей лица. У нас есть анкета, которую может заполнить клиент. Есть папка для самой сессии и, собственно говоря, как ее прочитать. То есть есть все от А до Я, а также практические занятия, которые проводили СМ в каждой области. И уже начиная с каталога номер один, мы возобновляем эти сессии. В каждом из наших крупных городов, в каждом из наших областей на ежекаталожной основе будет проходить вот такая вот сессия от АСМа при лидерских встречах. Так что, пожалуйста, друзья, если вы еще не были на такой сессии, обязательно присоединяйтесь. Если вы были, приходите, оттачивайте навыки, вспоминайте, потому что в любом случае, даже если несколько раз вы прослушали, вы лучше воспринимаете, вы лучше запоминаете, у вас больше появляются интересных нюансов, которые вы можете рассказать людям. Вижу вопрос по поводу, будет ли запись. Да, запись будет. Данная платформа всегда предполагает запись. Теперь несколько минут о том, где лежат материалы. На нашем портале в папке «Продуктовая коммуникация» есть две папки «Новэйдж и Воллэс». Здесь есть более чем полный перечень информации, как с этими двумя категориями строить бизнес, получить информацию. Неважно, клиент вы, бизнес-партнер или лидер, там есть абсолютно все для того, чтобы максимально построить сильную систему работы и уже получить результат в самое ближайшее время. Потому что лидеры, которые работают с этими категориями, это быстрый рост, это полгода, и вы на уровне старший менеджер. Если вы уже директор, то это быстрый рост для взращивания ваших новых менеджеров. Ну и, конечно же, то, о чем говорила Надежда, запуск категории «Новэйджмен». Мы очень рады, что у нас появилась эта серия для наших мужчин. Хочу сказать, что для тех, кто очень желает получить ее в самое ближайшее время, уже с 31 декабря, есть возможность получить этот продукт в ваших заказах. Ну и, конечно же, стартует продажа этих замечательных наборов. Ну и для того, чтобы интерес был еще больше, хочу сказать, что в целом категория появляется в каталогах для наших мужчин с каталога номер 2, в красивом презентабельном наборе вы сможете уже получить серию «Новэйджмен». Но для того, чтобы интерес был и во время каталога номер 1, хочу обратить ваше внимание на то, что у нас стартует конкурс, конкурс, который будет действовать на протяжении первого каталога. Правила конкурса очень простые. Участвуют все партнеры. Необходимо приобрести любой продукт из серии «Новэйджмен». Это может быть либо один продукт, либо весь набор. Далее сделать фотографию ежедневного ухода за кожей лица с любым продуктом или с набором категории «Новэйдж». И, соответственно, запостить эту фотографию в Фейсбуке с хэштегом «Новэйджмен.ua». Ну и, конечно же, написать какой-нибудь ваш комментарий, ваш лайфхак, как вы пользуетесь средствами по уходу за кожей лица каждый день. То есть ваши фишки, ваши советы в этом направлении. Пять самых интересных, креативных, качественных фотографий по мнению топ-менеджмента получат подарок. Это набор «Новэйджмен». То есть у вас есть возможность получить такой вот набор. конечно же, поучаствовать вместе со своим супругом. Если вы сейчас женщиной и думаете, как же мне поучаствовать в этом конкурсе, очень легко, привлекайте, пожалуйста, своих вторых половинок. Ну и, конечно же, мужчин наших тоже призываю поучаствовать, потому что, на мой взгляд, подарок шикарный, набор «Новэйджмен». Поэтому, пожалуйста, друзья, участвуйте, пользуйтесь, наслаждайтесь. Ну и, конечно же, получайте удовольствие от использования. На этом у меня все. Хочу поблагодарить вас за внимание. Ну и, конечно же, пожелать ярких, интересных новогодних праздников, которые у нас, я знаю, в Украине длятся достаточно долго. Пусть веселье не стихает, пусть будет удовольствие. Ну и, конечно же, всего-всего самого вам лучшего. Друзья, спасибо большое. Всем до свидания. Оля, спасибо тебе большое за полезные рекомендации. Ну и, конечно же, мы еще раз поздравляем наших победителей с суперрезультатами. Продолжаем фокусироваться на двух основных категориях «Велнес и Новэйдж». И, конечно же, потому что мы с вами сегодня убедились, что, фокусируясь именно на этих категориях, можно расти гораздо быстрее, увеличивать уровни и закрывать свои новые звания и увеличивать доходы. И мы сейчас с вами продолжаем тему чествований и новых результатов. Я хочу, перехожу сейчас в следующий блок. Так, секундочку. Перехожу в следующий блок «Твой успех». И хочу начать с того, что наш 16-й каталог, он был очень урожайным на новые уровни. И я бы хотела вместе с вами сейчас поздравить все новые уровни, которые закрылись по итогам 16-го каталога. У нас их невероятно огромное количество. И начинаем мы, конечно же, с уровня менеджеров. И посмотрите, обратите внимание на слайд, какое количество новых менеджеров у нас закрылось по результатам 16-го каталога. Итак, менеджеров 9%, у нас появилось 1701, новые менеджеры 12%, 461, менеджеры 15%, 270, 18%, 65 и 30 новых старших менеджеров. Представляете, сейчас я озвучиваю данные с международным спонсированием. Ну и, конечно же, у нас появились и новые старшие менеджеры, и новые директора, и новые уровни. Не стесняйтесь, ставьте восклицательные знаки в чате, поздравляйте и обязательно пишите свои комментарии. Ну и перехожу к поздравлению новых старших менеджеров. Это уже такой серьезный шаг в карьере и, конечно же, перспективы огромные. Это наши будущие новые директора. У нас новых старших менеджеров 30. 30 по итогам 16-го каталога. Я сейчас озвучу каждого из них и огромные аплодисменты вам, друзья, в чате. Итак, Владислав Казанцев, Лилия Пономарь, Александра Стоянович, Лиана Корнейчук, Виктория Котух, Снежана Пилат, Павел Войтых, Ирина Мехет, Ирина Пережигина, Юлия Ивашко, Олег Кушка, Оксана Кунецкая, Марина Шевчук, Наталья Кучер, Ольга Люльчик. Если вы видите знакомых своих коллег, поздравляйте и пишите ваши комментарии. Также у нас закрыли уровень старшего менеджера Ирина Тищенко, Роман Чумаченко, Василий Дмитришин, Галина Микита, Мария Шубеляк. Вы слышите, что новые уровни совсем недавно в выступлении Оли звучали эти фамилии. Это говорит о том, что действительно работая с категориями Wellness Novage, можно закрывать новые уровни звания и увеличивать свой доход. Новые старшие менеджеры Вика Казак, Галина Пашко, Светлана Ивахев, Ирина Шкиль, Ирина Кравченко, Анна Плиско, Лилия Гладышева, Валентина Блинцова, Алина Дресвянникова, Людмила Самарская. Ну и у нас появились новые директора по итогам 16-го каталога. Это огромные преимущества. И еще раз подтверждается тот факт, что в компании Reflame есть абсолютные возможности для каждого. Новые директора, для них открываются уже новые преимущества, такие как средний доход, более 105 тысяч. Это единовременные выплаты и единовременные бонусы, и, конечно же, приглашения на разнообразные мероприятия. Все вы, дорогие директора, квалифицировались на банкет директоров. Мы с удовольствием вас будем чествовать совсем скоро. Я думаю, что весной уже мы, в конце весны, начало лета, мы будем вас поздравлять. И сейчас я с удовольствием хочу поздравить нового директора Елену Тяжлову, город Никополь, нового директора Ирину Ерофееву из города Одессы, нового директора Марину Музыченко из города Чернигов, нового директора Катерину Дышлеву из города Чабаны. Ну и из города Ивано-Франковск у нас тоже появился новый директор. Огромные аплодисменты Арыся Лапчук. Поздравляем вас, дорогие друзья. И переходим сразу же, не останавливаясь к следующим новым званиям, которые появились у нас в 16-м каталоге. Это новые старшие директора Александр Кулик и Алла Изгородина из города Харьков. Поздравляем. И, конечно же, здесь уже более высокий доход, более единоразовые премии и, конечно же, новые перспективы. Также у нас появился новый старший директор из города Львов Елена Тузяк. Аплодисменты в чате. Это то, что касается новых званий. Вы видите, что их огромное количество. И я хочу сказать, что только вот дополнительные премии, не считая основного дохода, по итогам 16-го каталога получат наши новые директора более 300 тысяч гривен. Вдумайтесь только, какие цифры и какие премии выплачивает наша компания. Вы знаете, что для нас 2017 год он был очень значимым. К нам пришло очень много новых рекрутов. Закрылось огромное количество новых уровней и званий. И, конечно, совсем буквально недавно, да, на золотой конференции, где мы праздновали 50-летие успеха Арифлейм в мире и 20 лет Арифлейм в Украине, мы озвучили очень много новых инициатив, которые запускались именно в Украине. И одна из таких инициатив это дополнительный бонус для рекомендующих консультантов. Еще раз хочу подчеркнуть, что действительно в Арифлейм есть огромные возможности абсолютно для каждого. Поэтому наша с вами задача как можно больше говорить об этом и приглашать сюда новых людей, которые могут улучшить качество своей жизни, да, зарабатывать и достигать невероятных успехов в карьере. Ну и для рекомендующих консультантов, для наших продавцов, которые выполняют товарооборот свыше 150 баллов, мы только по итогам 15-го и 16-го каталога выплатили дополнительных выплат, почти 2 миллиона гривен. Это действительно достойно аплодисментов и эти цифры просто невероятные. Мы продолжаем и я хочу еще отметить, что к нам приходит и продолжает приходить в компанию огромное количество новых людей. Ну и конечно же на старте мы всегда, не только на старте, в продолжении как говорится всего, всей жизни в Арифлейм мы любим дарить подарки. Ну и если подводить итоги года, то за 2017 год у нас было огромное количество акций и мы выдали огромное количество подарков. Только косметических продуктов 80 тысяч, 2,5 тысячи наборов на вэйдж, 6,5 тысяч кошельков, 14 тысяч сумок, 300 часов, сертификатов 250 штук, сертификатов на 1000 гривен смогли порадовать своих себя и своих близких наши консультанты. Ну и конечно совсем недавно у нас закончилась акция, где мы, где наши консультанты заработали уникальные смартфоны, их мы выдадим им в количестве 153 штуки. Потрясающие цифры, потрясающие результаты и конечно же все овации, аплодисменты вам, дорогие друзья. Ну и мы с вами двигаемся дальше. Я хочу вам напомнить, что у нас продолжает действовать рекрутинговая компания «Энергия праздника». Сейчас будут новогодние праздники, вы увидите со своими друзьями, близкими знакомыми. Обязательно помните о том, что у нас есть для них всегда просто уникальные замечательные предложения. Проговорите с ними рекрутинговую акцию, компанию по приглашению «Энергия праздника», где каждый может приобрести для себя по очень привлекательным ценам ароматы и очень качественные аксессуары. Поверьте, ваши друзья потом и знакомые скажут вам огромное спасибо. акция у нас длится еще целый следующий каталог, то есть мы еще в первом каталоге приглашаем и спонсируем. Также хочу напомнить, что для золотых и старших и сапфировых директоров у нас продолжает действовать автомобильная программа и это уникальное также предложение и достойно внимания о нем нужно говорить и показывать наш замечательный автомобиль. Я хочу сказать, что по итогам 15-го каталога у нас получили свои бонусы 55 участников и мы выплатили более 250 тысяч автобонус в гривнах только за 15-й каталог. Я уверена, что 16-й и 17-й каталог как минимум эти цифры удвоятся, утроятся и конечно же порадуют высокими доходами наших консультантов. Также хочу напомнить вам, что у нас сейчас в самом разгаре квалификация на менеджерскую конференцию. Помните о том, что компания Oriflame является уникальна еще и тем, что мы начинаем приглашать своих менеджеров на вот такие менеджерские конференции за границей. Поэтому это достойно внимания и также нужно об этом говорить. Напоминаю вам о том, что 17-й каталог является решающим каталогом, где каждый участник квалификации должен подтвердить свой максимальный уровень в истории. Это обязательно, поэтому еще раз проверьте, все ли это сделали. Также еще есть несколько обязательных условий для квалификации. Это 150 личных баллов, суммарное количество квалифицированных рекрутов за весь период квалификации нужно контролировать и обязательное условие в каждом из каталогов квалификации быть приглашающим спонсором для двоих квалифицированных рекрутов. Вот это обязательные эти условия проконтролируйте. У вас есть отчет у лидеров и у менеджеров есть отчет на вашей личной страничке в закладке мой бизнес управления структурой. Если вы в чем-то не разобрались, то обязательно звоните своим АСМом, мы с удовольствием вам в этом поможем. Итак, я желаю успешной вам квалификации и перехожу дальше. И хочу напомнить вам об этой информации, о том, что компания Reflame вводит срок использования объемной скидки и бонуса бизнес-класса. Хочу сказать вам, что это очень хороший инструмент для поддержания активности и еще раз это позволит вам позвонить вашим давно спящим консультантам, которые давно не размещали заказы. Ну и конечно это дополнительный инструмент для того, чтобы ваш спящий консультант, у которого есть объемная скидка и он ее не использовал, вернуться к нам в компанию. Возможно у него нет каталога, каталог у него появится и он опять же станет нашим лояльным консультантом, а возможно и вашим бизнес-партнером. Поэтому обязательно обратите на это внимание и обзвоните абсолютно каждого человека, у кого есть объемная скидка на счету. И как это будет действовать? То есть сгорание скидки абсолютно не будет касаться консультантов, которые периодически размещают заказы. Также это не будет касаться консультантов, которые являются частными предпринимателями, у которых заключен договор с компанией. То есть все, у кого заключен договор, они периодически размещают заказы ну и согласно по вот новому этому правилу то вот это вот часть не использована объемной скидки она будет сгорать через год и первое сгорание состоится в каталоге номер 5 2018 года поэтому дорогие друзья у вас есть еще достаточно много времени созвониться абсолютно с каждым для того чтобы ни один человек не потерял свою объемную скидку обязательно порадовал нас своими заказами ну и если говорить как это будет работать дата разница остатка начисленных и неиспользованных скидок на счету и суммы объемной скидки и бонуса бизнес-класса берете за последние 17 каталогов вот это и будет разница между двумя этими показателями и будет сумма к списанию если эта разница больше нуля все это вы можете увидеть на своих страничках в отчетах и вот так это будет выглядеть с в кабинете заказа история заказов уже есть у лидеров эта закладка из каталога номер пять будет добавлена информация о скидке которая сгорит по итогам конкретного каталога если не будет использована ну вот так вот это будет выглядеть личном кабинете на странице в закладке мой бизнес управления структура и отчеты по структуре 17 каталога все директора и выше это будут это видят и из каталога 5 будет информация для всех консультантов поэтому уважаемые директора сейчас огромная да вот такая ответственность обзвонить абсолютно каждого позвонить поздравить возможно с новым годом и сказать о том чтобы для того чтобы скидка не сгорела обязательно использовать ее и таким образом естественно увеличится и товарооборот и активность в вашей группе вот есть отчет для лидеров да в закладке мой бизнес вы это видите есть закладочка скидка теоретически теоретическое сгорание скидки то есть вот это вы можете вот это видите в ваших отчетах и я продолжаю и сейчас хочу перейти продолжить блок твой успех и хочу сказать что вы наверное со мной согласитесь что тем кто работает в oriflame наверное согласны со мной что у нас очень динамичный темп и мы всегда ну как бы для того чтобы все успеть до везде быть в курсе всех событий последних новостей для того чтобы эффективно вести бизнес нам нужно для то чтобы быть успешным в бизнесе нам нужно следить за абсолютно всеми новостями в млм индустрии за абсолютно всеми трендами в маркетинге в всяких новых венях новых онлайн технологиях и так далее и сейчас я хочу пригласить свою коллегу для того чтобы она с вами поделилась информацией о новых трендах интернет маркетинга в 2018 году и с удовольствием приглашаю менеджера регионального менеджера по продажам марину михееву марин тебе слово передаю всем привет давайте для начала проверим звук да и видео как хорошо у меня видите и слышите поставьте пожалуйста в чате плюсики отлично так все хорошо связь проверили звук проверили сегодня я буду говорить о интересных вещах да с которым мы сталкиваемся ежедневно особенно те из вас кто работает посредством онлайн-технологий и те из вас которые возможно сейчас осваивают да эти аспекты и вообще это новое веяние почему говорю что новое потому что у нас постоянно меняется да постоянно меняются тренды и как раз мы подводим итоги семнадцатого года и хотим заглянуть а в 2018 год для того чтобы а скажем так прикоснуться к тому даже чем мы будем работать а в следующем новом году и давайте сейчас более подробно об этом поговорим да интернет-маркетинг он продолжает покорять мир и отбирать у скажем так более традиционных способов рекламы долю рынка это совсем не странно потому что как раз работать позволяется наиболее целевой до такого-то аудитории я именно в интернете может позволить только диджитал маркетинг стремительное развитие интернет-маркетинга порождает до постоянные изменения я думаю что каждый из вас это наблюдает и а все они касаются стратегий и технологий а чтобы быть в топе нужно успевать за последними тенденциями быть всегда в тренде и 2018 год а он уже вот буквально на носу и давайте заглянем да что же там давайте для начала разберемся что такое интернет-маркетинг интернет-маркетинг это практика использования абсолютно всех аспектов традиционного маркетинга то есть продаж но в интернете с целью продажи продукта а либо то что вы представляете скажем так и давайте сейчас посмотрим а что же именно это будет видео все мы ежедневно последние несколько лет до постим видео мы их просматриваем и это уже является революция сфере цифрового видео а ведь все больше и больше телезрителей они фокусируются на видеоконтенте на своих мобильных приложениях компьютерах ноутбуках и аналитики компании циска да и там такая крупная аналитическая компания они утверждают что каждую секунду а почти 17 тысяч 17 тысяч часов самого видео контента а на секундочку если мы есть 17 тысяч часов переведем в уже скажем так более временные рамки то это два года то есть два года будут проигрываться до 2021 года и а доля совсем вот именно этого видео трафика она будет составлять более 80 процентов это колоссальная цифра на самом деле поэтому вам необходимо обратить внимание именно на этот основной тренда будем принимать внимание также еще от те факты которые нельзя да позволить себе игнорировать именно этот видео бум и не использовать этот мощный инструмент для того чтобы донести ту информацию тот посыл а с которым вы работаете ежедневно о чем вы проговариваете об этом вашем ноутно новым партнером постоянным партнером и возможно новичку до тех кого вы хотите пригласить и а вот как раз небольшие да такие вот обзоры и вы понимали почему видео сейчас на пике популярности чтобы понимали 52 процента маркетологов абсолютно по всему миру называют видео самым эффективным видом коммуникации компании которые используют видеомаркетинг они растут на 49 процентов быстрее всех остальных компаний также прошу обратить внимание на этот момент и задуматься над тем возможно как-то поменять схему своей работы кто возможно сейчас еще они работают так глобально именно с видео также пользователь социальных сетей делятся видео в 12 раз чаще чем постами с текстами картинка кстати я думаю тоже что вы обратили на это внимание вот так же видео на странице а вашего сайта если он у вас есть да а либо в стадии разработки также обратите внимание что если контекстная реклама ведет или баннер на ваш сайт да особенно если на нем есть видео тот увеличивает конверсию на 80 процентов все мы с вами с вами знаем что такое показатель конверсия да и этот показатель также присутствует именно в разделе видео и тоже обратите на это внимание а также 85 процента видео на фейсбуке смотрят да таки не может быть небольшие видеоролики но тем не менее нам всегда интересно посмотреть вот такие вот сюжеты и точно также обратите на это внимание и средняя конверсия на сайтах а с видео это 4 почти пять процентов да а на сайтах где видео нет это три процента да то есть как бы разница существенная поэтому необходимо обратить именно на этот тренд он набирает больше популярность уже в 2018 году да будет набирать а также был очень популярным 2017 году и также продолжить свой рост да уже сейчас каждый день более 100 миллионов пользователей смотрят онлайн видео в 2017 году доля потокового видео в общем объеме самого трафика стоит 75 процентов и вот сейчас как раз мы поговорим что такое потоковое видео да а это наш уже с вами следующий тренд итак потоковое видео давайте разберемся что такое вообще для начала потоковое видео возможно кто-то из вас незнаком даю или слышал но а сейчас мы приоткроем завесу и так на следующий тренд это потоковое видео что это такое это мультимедиа которое непрерывно получает пользователь да то есть если я обычный пользователь мобильного телефона либо планшета вот который получает от провайдера потокового вещания вот немного может быть заумно кажется но чтобы вы понимали да то есть а потоковое видео это вот раньше распространялась через телекоммуникации на то есть это телевидение также относится к потоковому видео это радио телевещание вот например также являются потоковыми видео но скажем так более это устаревший формат и относится уже как скажем так ответвлению это видеокассеты и аудио сиди итак в 2017 году функция прямых трансляций появилась во всех основных соц сетях текстовые посты играют важную роль в контент стратегии каждого бренда абсолютно каждого бренда и а сейчас уже стоит обратить внимание на тренд доступных эфира прямые трансляции двух первых игр чемпионата испания по футболу была в контакте и собрала почти 2 миллиона просмотров соответственно что можно сопоставить с трансляцией трансляции телевидения почему я об этом говорю потому что чтобы вы провели аналогию и понимали насколько сейчас можно эффективно использовать именно потоковое видео согласно ну недавним исследованием 82 процента потребителей предпочтут потоковое видео другим типом постов есть вообще всевозможные способы использовать прямые эфиры ну к примеру для бизнеса можно это может стать очень хорошей площадкой для вебинаров мы с вами ежедневно проводим вебинар поэтому собственно это является потоковым видео значит мы с вами в тренде и мы должны с вами этот тренд продолжать а люди хотят поддерживать связь и как раз потоковое видео вот скажем так она делает это такой с сопричастностью да постоянно мы жаждем до нового общения обменом информации как раз это позволит нам это все поддерживать а многие предприниматели не уже начали использовать живые трансляции для того чтобы продвигать свой бизнес свой бренд и а вариантов чтобы использовать это масса то есть на примеру там у нас новая коллекция у нас выпустился новый продукт у нас запустился новый проект то есть все то что вы можете озвучить да и обращу внимание что потоковое видео зачастую лучше всего делать в режиме онлайн то есть это не запись до потом вы его выкидываете чтобы можно было смотреть а именно в живую по статистике это тоже более привлекательно и надо больше всего обращать внимание и самый весомый плюсом в интерсляции вы можете снимать ее в удобное время да чтобы пристать более скажем так наиболее выгодном свете то есть это могут быть свободные минутки дома это чтобы дать быть ближе к подписчикам то есть вы можете там быть даже чем-нибудь таким вот домашним домашним чтобы они скажем так чувствовали что вы тоже простой человек да а также можно допустим какие-то рабочие моменты освещать и еще один огромный плюс да и там это мгновенная обратная связь с клиентами да то есть люди не сразу же оставляют какие-то комментарии задают вопросы в режиме онлайн и выражают какую-то поддержку или критику давайте сейчас поговорим о следующем о нашем третьем тренде это оригинальный и качественный контент те из вас кто подключался на наши вебинары по онлайн по развитию онлайн лидерства дам по онлайн технологиям мы разговаривали о том что 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 включает себя оригинальный и качественный контент это красивые качественные фотографии это классно записанные видео и отдельно был посвящен вебинар о том как это все необходимо правильно сделать и оригинальный качественный контент ну его сейчас в интернете но не просто много а очень и очень много и не зачастую вы бывает такое что контент он не отличается невысоким качеством и оригинальность то есть бывает такое что мы смотрим много-много фотографий много-много видео но скажем так внимание но не привлекает и поэтому ожидается что масштабное развитие в 2018 году получит именно этот тренд именно качественного контента это будет аутентичность своего рода то есть востребованным будет именно оригинальный информативный и самоценный контент который будет соответствовать определенным пунктам да то есть это экспертность что будет подтверждаться личным опытом да или опытом компетентных людей да то есть эксперта можно приглашать грамотность это ошибки а ну к примеру если вы будете читать чей-то пост да и либо кто-то будет читать ваш пост а там могут быть пунктуационные ошибки да либо грамматика но это может людей толкнуть поэтому также необходимо обращать внимание на грамотности можно обставить всевозможные веселые смайлики это тоже привлекает публику также легкость восприятия пишите рассказывайте показывайте так чтобы даже как бы это не смешно не звучало чтобы ваша бабушка вообще разобралась вот в том что вы написали на самом деле то что вы хотите донести в массы потому что именно лёгкость восприятия она привлекает более и она более популярна потому что написано доступным языком вот и как бы это будет еще одним таким вот главным пунктом именно качество контента и также оформление и подача то есть вот попробуйте опубликовать вашу фотографию до где или статью либо там обзор какой-нибудь не будет некачественная фотография ani будет непонятно непонятным шрифтом написан описании понятное дело что этот пост будет непривлекательным естественно он не будет привлекать будет привлекать от что собственно отвернет аудиторию и не будет уже того эффекта, который бы мы хотели добиться. Следующий наш тренд, он является четвертым, если кто, допустим, ведет счет и фиксирует себе все эти моменты, это Инстаграм. В 2017 году ко мне поступало очень много вопросов касаемо как правильно развивать свою страничку в Инстаграме. Мы отвечали на эти вопросы, и этот тренд имеет место быть и в 2018 году, и это самый главный двигатель бизнеса в интернете. Итак, особенно актуальны будут публикации с видеоконтентом. Мы уже разобрались, почему именно видеоконтент и что-то также один из важных трендов 2018 года, потому что на сегодняшний день площадка Инстаграма дает возможность загружать видео длительностью до 1 минуты, и это позволяет вместить в публикацию много полезной, необходимой информации для вашей целевой аудитории, что немаловажно, и тем самым привлечь ее внимание. Также необходимо упомянуть о таком инструменте в Инстаграме, как Instagram Stories. Возможно, кто знает, кто не знает, сейчас это проговорим, что такое Stories. В 2018 году прогнозируется еще больше его рост и популярность для бизнес-аккаунтов, именно бизнес-аккаунтов. Чуть и не половина всех мелких обновлений в Инстаграм за 2017 год именно относится к Stories, что выражается в цифрах. При этом из-за очевидной простоты создания и необязательного требования к качеству обычного пользователя, истории стали, Stories, другими словами, это истории, они стали более, скажем так, доверительным каналом, поскольку несет именно, то есть название говорит само за себя. То есть вы описываете какой-то процесс, какой-то момент вашей жизни, и, собственно, это является доверительным каналом коммуникации с вашими читателями, вашими подписчиками. И он рассматривается таким вот отдельным типом постоянного контента наряду с обычными фотографиями и видео. То есть, скажем так, это уже следующее ответвление развития. То есть мало просто видео выкладывать и фотографии, можно также писать Stories. То есть там может быть фотография абсолютно другого формата, и к нему вы, скажем так, пишете красивую очень историю. История, другими словами, это полноэкранный, такой вот вертикальный контент с минимальным присутствием интерфейса и каким-то автоматическим перелистыванием. То есть, другими словами, можно сказать, что это просто идеальный формат для потребления контента. Многие уже рассматривают проработку отдельных контент-стратегий и распределение самих ресурсов на планомерную, постоянную работу с историями на 2018 год. Поэтому я также прошу обратить ваше внимание именно на данный тренд Инстаграма, это Stories. Следующий наш тренд, который будет присутствовать в 2018 году и который вы используете и в 2017 году использовали, и в 2016, это мобильный трафик. И он занял очень прочное место именно в доле посещаемости многих сайтов. Исследования показали, что 57% мирового интернет-трафика, оно приходится на смартфоны. И Google сейчас разработали уже такой специальный метод ранжирования. То есть, когда вы вводите запрос именно с мобильного телефона, то поисковик будет вам выдавать в топе первые списки именно как раз мобильные версии сайтов. Что-то тоже очень важный момент, потому что у нас не все сайты открываются с мобильного телефона, с планшета. И цифровой маркетинг сделает в 2018 году очередной прорыв. Как раз время стационарных компьютеров, оно уходит, к сожалению, не знаю, или к счастью, наверное, потому что мы уже не привязаны к определенному рабочему месту, просто к месту. То есть, мы мобильные, но мы должны быть, где бы мы ни были, находились в дороге, мы гуляли, были на прогулке или на отдыхе. Мы всегда должны быть на связи, нам всегда необходима информация для различной деятельности. Именно как раз цифровой маркетинг, он именно сейчас развивается, и как раз, если говорить о мобильных версиях сайтов, они будут развиваться еще более активно и уходить уже именно от таких, скажем так, стационарных вариантов. И по разным данным, данным от 35 до 45% мировых продаж приходится именно на мобильные устройства. Я уверена, что больше половины из вас делает покупки, онлайн-покупки именно с мобильных телефонов и планшетов. То есть, вот как раз вам и доказательства этого нового тренда. То есть, о чем мы говорим, о том, что будут развиваться именно мобильные версии приложений. И как раз обратите ваше внимание, что компания Reflame как раз, она идет в ногу со временем. И все мобильные приложения, которые предлагает наша компания, вы можете скачать на нашем официальном сайте и, опять-таки, быть в тренде. Итак, следующий наш последний тренд на 2018 год, который необходимо будет обратить внимание, это Storytelling. Это относительно новое слово в маркетинге. И в переводе с английского это, значит, рассказывать историю либо повествование. Если его рассматривать в контексте именно маркетинга, то это донесение до потребителя информации о товаре или услуге, то есть, именно в каком-то рассказе. Причем этот рассказ должен быть достаточно интересным, занимательным и, что самое главное, небольшим. И как раз именно нам кажется, что этот инструмент заслуживает более подробного рассмотрения. Именно в 2018 году нужно создавать креативный контент, о чем мы говорили в предыдущем тренде. То есть, это креативный контент, который не только будет привлекать людей, но и представлять собой ценность, да, что немаловажно. Storytelling – это отличный инструмент для воплощения как раз именно этой стратегии. На самом деле, storytelling является таким своеобразным искусством, как и литература. И не каждый автор сможет создать произведение, которое именно зацепит за живое. Я наблюдаю за очень многими вашими аккаунтами и могу сказать, что большинство из вас уже перешагнули как раз вот эту вот черту. И я наблюдаю динамику о том, как вы пишете, что вы пишете и как вы это доносите. Вот, поэтому я оставлю вам большие-большие плюсики за этот момент. И в ближайшее время наступит эпоха цифрового storytelling. Это digital storytelling. И какие бы возможности ни представлял маркетологам интернет, то все равно в данном рекламном инструменте история остается основной движущей силой. И чтобы эффективно использовать storytelling, надо уметь рассказать интересную историю. А именно искусство рассказывать истории в разных медиаформатах, чтобы привлечь целевую аудиторию, сегодня важнее, чем когда-либо прежде. На самом деле, я думаю, что вы это тоже заметили. Главное, это уметь пробиваться сквозь перенасыщенное информационное пространство. Сейчас у нас всевозможные абсолютно, со всех сторон нас наседают эти новые тренды. И сегодня вот как раз мы проговорили самые важные из них, которые вам необходимо будет использовать в 2018 году. И если вам своими силами справиться сложно, то можно привлечь опытного, допустим, там, копирайтера. Копирайтер – это тот специалист, который может вам качественно написать эту историю, да, storytelling. И основное правило качественного storytelling – это хороший материал, он должен быть интересен, самое главное, и полезен читателю. Вот, это основные тренды 2018 года в интернет-маркетинге. Вот, я хочу сказать, что мы следим за трендами 2018 года, 2017 года. И я уверена, что вы в этом убеждаетесь ежедневно. 2018 год нам также готовят новые приложения от компании Reflame. Следите за новостями, следите за разделом мобильных приложений на официальном сайте. Вот, и, как вы убедились, интернет, он масштабно завоевывает все аспекты нашей деятельности. Иногда мы слышим, можем услышать, да, от окружающих, что им не хватает времени, что они не успевают адаптироваться в условиях изменчивости современного мира. И лидер, которого я сейчас приглашу в нашу вебинарную комнату, успевает абсолютно все. Она идет в ногу с диджитал, она идет в ногу с млайн-технологиями, поскольку развивается именно в этом направлении. Я приглашаю нового директора компании Reflame, Алену Тяжлову. Алена, вам слово. Так, ребят, всем привет. Поставьте, пожалуйста, в чате, как меня слышно. Ребят, слышно? Напишите, пожалуйста, в чате. И видно, да? Ну, словами слышно, видно, хорошо. Так, отлично. Ну, ребят, всех приветствуем на нашей лидерской встрече. Безумно приятно, что меня пригласили выступать, поделиться опытом. Максимально сейчас постараюсь вам коротко рассказать свои фишки, свои какие-то моменты из работы. И давайте чуть-чуть познакомимся, да? Меня зовут Алена Тяжлова, я из города Никополь, Днепропетровская область. Мама в декретном отпуске, воспитываю сыночка. Ему у меня 2 годика и 3 месяца. Вот, и пришла как раз в бизнес именно тогда, когда поняла, что я в декретном отпуске, да? И осознание того, что на одну зарплату мужа будет тяжело содержать, семью, все-таки это уже трое человек, и вот начал рассматривать для себя варианты. Итак, с чего, в принципе, все начиналось? Угу, так. Что-то сейчас, секундочку, не моя. Так, презентация. Угу. Так, начало моей истории. Ну, в принципе, высшее образование получила, с красным дипломом закончила. Как, в принципе, надеялась, что этот диплом куда-то мне очень хорошо пригодится. Ну, потом пошли, скажем так, суровые трудовые будни, наемный труд. Вот, с 2010 по 2015 у меня была работа по найму. Это и продажи металлопластиковых окон, и инспектор водили кадров, и последнее место до декретной работы, это госслужба в районном совете работала. Вроде бы казалось перспективы, карьерный рост и все такое, но на практике оказалось все совершенно иначе, да? Да, как бы, ну, умная, красивая, но молодая и там все такое. В общем, карьера не удалась, да? То есть нужно быть еще, как у нас в стране положено, кум-сватбрат, да, для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Вот, что меня именно подкупило, вот почему пришла в компанию Арифлейн, то, что здесь все зависит от тебя. Вот, насколько ты классный, настолько ты классный получаешь. Вот, в процессе работы была у меня долгожданная свадьба, с мужем поженились, все класс. Потом рождение сыночка, да, вот вообще совершенно новый виток жизни. И вот здесь действительно какой-то переломный момент, когда понимаешь, что что-то со своей жизнью надо делать. Что в этой жизни ты не только за себя в ответе, да, у тебя уже есть маленькая крошечка, которая требует твоего и внимания, и требуется очень больших, да, финансовых вложений. Ведь своим деткам хочется подарить много-много-много и всего. Почему выбрала, в принципе, Арифлейн? Потому что слышала, что в Арифлейн есть деньги, начала искать какие-то вообще варианты работы в интернете. Очень много всего такого, что не работает. И вот вспомнила, да, увидела на страничках вот лидеров Алексея Севрука, Владимира Литвинюка, какие-то объявления о работе, что вот там команду прям требуется и прям пройди собеседование. Меня реально это подкупило, думаю, ну как бы я там догадалась по страничке, что это Арифлейн. Думаю, ничего себе, собеседование. У меня еще был опыт вообще в Арифлейн в давние студенческие годы. Неудачный опыт. Я как раз из тех, которые вам на встрече говорят, я была, пробовала, там денег нет. Вот это про меня. Я была, пробовала и особо как бы ничего не получилось. И так постепенно тот мой опыт, да, сошел на нет. Вот, но здесь все совершенно было по-другому. Я попала в супер-классную команду Клуба Идеального Бизнеса к самому сильному наставнику Владимиру Литвинюку, за что я благодарна, да, в судьбе, что так получилось. И вот что меня, в принципе, включало на работу? Это моя мотивация. То есть я изначально поняла, что я не пришла просто попробовать. Я пришла именно зарабатывать, да, то есть я пришла строить бизнес. Я пришла уже сразу серьезно. Меня вдохновлял, конечно же, наш сыночек. Материальное благополучие – это вот какой-то бытовой техники, да, до собственного автомобиля. И сейчас это уже как бы не мечта, это уже конкретная цель. Путешествия за границу, вот побывав один раз, хочется еще, еще, еще. А путешествия, да, как бы, ну, не каждый может зарплаты свои взять и позволить куда-то поехать. Желание самореализоваться. Это тоже очень важно, как для девушки, которая в декрете, да, не сидеть на месте, а именно вот развиваться и идти на ногу со временем. И очень меня вдохновляет эта помощь финансовая родителя. То есть вот все-таки они всю жизнь нас влаживают, влаживают и силы, и средства. И так хочется им, ну, как бы отблагодарить, да, отблагодарить и подарками, которые сейчас я могу позволить, да, хорошие, классные подарки подарить. И вот в целях у меня, да, это родители повезти за границу, чтобы они увидели мир, потому что загранпаспорт у них лежит, а они его не могут на свою обычную зарплату реализовать, да, скажем так, вывезти паспорт в люди. Поэтому вот это меня включало. Вот чтобы получалось, ребят, надо, чтобы были вот мечты, мечты, цели. И когда вы понимаете, для чего, тогда у вас все получается. Что мне уже дал Арифлейм? Что мне дало сотрудничество с компанией? Вот такая фишечка, я своему наставнику в СМС просто писала вот свою мотивацию, да, что мне, чего я хочу, от чего я хочу уйти, я быстро вам зачитаю, и, ребята, это все сбывается. Вот просто я даже галочки поставила, и так приятно, что там прошло время, и вот это уже есть. Я хотела уйти с моей текущей работы в райсовете, поскольку я начинала, я еще была, числилась на госслужбе. На своей бывшей работе, да. И я хотела, да, я хотела написать заявление и уволиться, да, как бы немножечко так демонстративно, да, что не меня увольняет, а я ухожу, потому что, в принципе, все предпосылки были после декрета на увольнение. Я хотела перестать постоянно экономить деньги, чтобы как-то вот хватало до следующей зарплаты, открывать кошелек и думать, как можно дожить, да, вот ушло это все, слава богу, да. Кредитная карточка тоже забыта, оказывается, бывает такое, ребят, можно про нее забыть. Перестать пользоваться помощью родителей, вот, тоже, да, как бы материально имеется в виду, а наоборот им помогать, вот это я уже проговаривала, да, это мотивация от, от чего хотела уйти, то есть это очень большой двигатель. И к чему хотела прийти, это вот путешествовать по всему миру, уже планируется, да, там поездочка, дарить хорошие дорогие подарки родным и близким, это тоже уже есть, и иметь стабильный, высокий доход в семье, чтобы хватало на достойную жизнь сейчас и еще отлаживать на потом. Ну вот это как раз в процессе. Идем, да, потому что как бы есть уже, хочется большего, большего и большего. По лестнице успеха мне хотелось минимум, как бы я целила на уровень директора, это я планы писала, когда я была совсем еще, ну скажем так, новичком, да, то есть у меня еще даже менеджерского звания не было, и я вот такие как бы планы прописывала, то есть думать масштабно нужно, да, вот, чтобы доход хороший был, да, ну и возможности, возможности, и дальше вот я прописываю, что дальше, это старший золотой директор, то есть я понимала, что на уровне директора, вот который у меня сейчас, да, уровень директора, это классно, но я хочу больше. Теперь я хочу своих партнеров уже вывести на эти уровни. И вот чем дальше, тем больше у вас какие-то моменты исполняются, дальше другие моменты вас, мечты, они вдохновляют. Вот что меня включало на 21-24 выйти, это там отдых в Таиланде, да, то есть это не такая маленькая сумма, которую можно взять и с зарплаты выложить, поэтому это я понимала, что вот премия от компании как раз решает этот вопрос. И показать хотелось вот семье, мужу конкретный доход, что тут можно зарабатывать и максимально, чтобы они меня поддерживали. Вот мои доходы, да, доход мамы в декрете за 3 месяца 33 500 гривен, я считаю это круто, ребят, и скриншотик премии от компании, тысяча долларов, да, 33 тысячи упали на счет, и это классно, да, уже как бы новогодние праздники, подарки уже куплены без всякого такого, да, напряга, как бывало это раньше. То есть это очень круто, когда у тебя есть вот такая возможность. И это все, ребят, абсолютно реально. Я думаю, вы там в чате можете написать, да, как вам вообще нравятся такие перспективы, потому что я уверена, новички сегодня тоже есть на вебинаре. Напишите, хотите минимум такие вот доходы, такие вот премии. Поактивничайте в чате там, а я вам пока порассказываю дальше. Как я работаю? То есть я работаю онлайн, через интернет я приглашаю к себе партнеров в команду. Мы работаем по методу цепочка, то есть мы помогаем своим новичкам строить команду. То есть идут регистрации друг за дружку. Изначально работали в соцсети ВКонтакте, да, то есть, ну, имеется в виду, что через соцсеть ВКонтакте я ищу потенциальных партнеров к себе в команду. Вот. Веду, кстати, сейчас онлайн-трансляцию в Инстаграм, вот ребята тоже пишут, что хотят такие доходы. Ребят, пишите мне, расскажу, как. Вот работаем, да, по этому методу, то есть строим, помогаем новичку строить команду, чтобы новичок увидел, что здесь это реально. Ведь иногда человек приходит, он немножечко слабый, без опыта, и вот команда, и мы ему помогаем, как бы, да, вот выталкиваем выше, выше по лестнице успеха, у человека появляются, как говорится, крылья, вдохновение, и у него тоже всё классно получается. Вот. Значит, работали ВКонтакте, блокировали, не беда, перешли в Фейсбук. Фейсбук, честно, у меня как-то к нему, ну, любовь была неестественная, да, скажем так, привязанная, пыталась с ним работать, но потом разобралась в Инстаграм, и вот она, любовь моей всей жизни, Инстаграм, как я без тебя раньше жила, ну, действительно, удобная, классная соцсеть, мобильная, в телефоне, как для мамы в декрете, да, то есть я не могу позволить себе много быть возле компьютера, когда ребёнок дома, потому что это у нас борьба за мультики, то есть либо выключен, либо мультики, а так с телефончика, тут мы рисуем, тут мы лепим, тут мы ещё что-то делаем, да, то есть вот я с ребёнком, и тут быстренько одной рукой там отписываю какие-то смс-очки, и таким образом вот Инстаграм, можете посмотреть мой профиль, вот я вам примерчики, да, то есть я работаю именно на личный бренд, то есть с первого дня мне сказали личный бренд, и я начала его развивать, то есть это качественно оформленная страничка, это классные фотки, это фото, не просто фото, да, это к ним записи, это баланс между семья, ребёнок, работа на страничке, да, то есть чтобы людям было интересно вас смотреть, обязательно контактная информация, чтобы с вами можно было связаться, то есть вот нужно быть открытым, жизнерадостным, улыбчивым человеком, и тогда к вам люди будут приходить. Зайдите на мою страничку в Инстаграм, пропишите Алена Тяжелова, вы посмотрите, как, я считаю, правильно вести страничку, то есть она у меня оформлена с первых фотографий, именно вот так, как нужно, и я её раскрою, ну вот буквально с октября месяца до меня дошло, что Инстаграм это сила, и там надо работать, и эта страничка в принципе свежая, да, то есть она была, но была абсолютно без фотографий. Смотрите, заходите на конкретных моих постах, можете учиться, не буду сильно на этом останавливаться, значит, система работы и мои фишки, я приглашаю людей изначально на бизнес через интернет, то есть я не предлагаю косметику покупать у меня, я не предлагаю её продавать, я предлагаю бизнес, я предлагаю возможности заработка от 5-10 тысяч гривен в месяц и более, я предлагаю людям возможность путешествовать, заработать на свои мечты, реализовать свои мечты, уйти от нелюбимой работы, да, и к возможности жить свободной жизнью, и иметь и доход, и время, чтобы эти деньги потратить, ведь очень часто у нас бывает, есть деньги, а времени их потратить нет, и зачем тогда как бы эти деньги, да, это очень часто. И работаю также по списку знакомых, то есть своих знакомых я в принципе всех проинформировала, что вот есть возможность, кто-то присоединился сразу, кто-то потом, кто-то всё так же не верит, и пока кто-то не верит, кто-то зарабатывает, да, и так же самое своих новичков я запускаю, то есть и интернет холодные контакты, незнакомые люди, и список знакомых параллельно, не работаю спамом, то есть не кидаю кучу много информации, то есть пишу заинтересованным людям, и тогда отклик гораздо лучше, да, развиваю личный бренд, об этом я уже говорила, создаю личный товарооборот от 300 баллов бонуса и выше, и обучаю этому партнеру, то есть я просто для себя, да, подобрала те позиции, которые мне нравятся, да, перестала ходить в Варус, в Ватсон, еще куда-то, да, в эти магазины и приносить прибыль кому-то, а начала для себя и для своей семьи, и всех, всю свою родню, да, и родных и близких перевела в категорию любителей компании Арифлейм, и им действительно нравится, то есть люди заказав раз, заказывают эту же позицию еще раз, значит, этот продукт действительно им понравится, ведь ассортимент огромный, нужно просто быть правильным, ну, экспертом быть, да, и правильно подобрать то, что действительно человеку нужно. Я слушаю своего наставника, своего спонсора, я задаю вопросы, как с первого дня, как только я пришла в команду, я миллион вопросов задавала, как сейчас, даже сейчас, вроде бы я уже, как говорится, самостоятельная единица, уже успешный лидер, уже директор, да, у меня уже подрастающие, у меня менеджеры будущие директора, но тем не менее я слушаю наставления, и не только слушаю, я их реализую, да, я их выполняю, и тем самым я иду к своему успеху. И обязательно это все, как бы, проекцирую на свою команду, то есть мои люди тоже задают вопросы, слушают, и у них тогда получается, это здорово, ребят. Система у нас есть обучающих вебинаров онлайн, это очень сильная поддержка для новичков, плюс, ну, система именно, вот, обучения, это вот все я своим новичкам, да, мы своим новичкам даем. И самообразование, то есть даже вот пройдя какое-то базовое обучение, нужно все равно, нужно развиваться, ведь нужно быть, как я говорю, всегда на шаг впереди от своего новичка, от своего партнера, чтобы люди за вами шли, нужно быть интересным, нужно давать людям информацию ту, которую они нигде не слышали, да, какие-то им фишечки. И мне это безумно нравится, что я, вот, Алена Тяжлова, которая была год назад, и сейчас это реально два разных человека, а та, которая была лет там пять, я понимаю, насколько я даже вот просто вот выросла в своих же глазах, да, но это очень здорово, ребят. Я делаю быстрый запуск новичка, а задачи на 10, то есть не жду, когда человек неделю-две пройдет обучение, сразу параллельно обучение, и сразу же мы начинаем действие, то есть быстренько-быстренько запускаемся и параллельно учимся. И обязательно о задачу и спрашиваю, что получилось, не получилось, поддерживаю, все у меня умнички, я всю свою команду люблю, обожаю и всем помогаю. Плотное сопровождение ключевых партнеров, личных и в глубине, работаю с ключевыми партнерами вместе, а не вместо, то есть это как с ребеночком за ручку, показала, как делать, и у человека получается. И делегирую задачи, то есть свои партнеры, да, чтобы вот они стали лидерами, им тоже нужно подсказывать и говорить, что вот этот объем работы, вот это уже за тобой, и ты вот своим людям уже вот эту информацию доносишь, и тем самым люди тоже растут и развиваются. Ставлю план на день, на каталог, я веду ежедневник, у меня там все прописано, с фломастерами, вот у меня ежедневничек, он исписан уже, все-все записываю, чтобы есть план, план будет исполнен. И на год, да, вот канун Нового года, ребят, пропишите обязательно планы на следующий год, и тогда у вас обязательно все-все сбудется. Отчеты, мы ведем чаты в Инстаграм, и я там делаю вот такие чаты для ключевых партнеров, и мы там пишем отчетики, что сделал, что не сделал, как получаются, какие-то вопросы, то есть мы вот так плотненько дружим и работаем. Я думаю в первую очередь не про свой результат, а про результат своих партнеров, про их новые уровни, про их новые звания. Вот даже сегодня у меня в блокноте прописано закрыть уровень 15% одному моему партнеру, второму партнеру, чтобы закрыть квалификации на Хорватии. Также, вот, кстати, как начала думать про уровни партнеров, а не про свой личный, начала более активно расти. Это, ребят, запомните, да, то есть вот благое дело нужно делать. Живые встречи с командой, тоже, да, то есть онлайн-онлайн, но встретиться вживую это круто. И вера в компанию, вера в команду и в свои собственные силы. Вот такие у нас живые встречи в команду. Начиналось это все с встречи один на один, да, с одним партнером, с другим, с детками, потом у нас было шестеро, потом у нас было все больше и больше, уже до 20 человек, это такие тусовочки я собираю в своем городе. Мы собираемся, обмен опытом, погулять, да, там, повеселиться, отдохнуть. Ну, это очень здорово. То есть стараюсь очень много партнеров именно со своего любимого Никополя приглашать, потому что классно, когда у тебя партнер, да, в соседнем дворе, это уже твой будущий директор скоро, и вот так вместе как бы и дружим, и работаем. Плюс банкеты менеджеров. Я вот была изначально в Одессе банкет-менеджер в шестнадцатый год одна, менеджер 12-15 процентов, только подержала чужую табличку с тысячи долларов, а потом вот она, как говорится, уже и наяву у меня очутилась. Следующий банкет у меня уже было 8 человек на банкете, и это в Киеве через полгода, и потом в Харькове уже в этом году у меня команда была до 20 человек на банкете, и это не просто команда, да, это уже суперлидеры, это люди, которые уже менеджеры, у них там 12-15 процентов, то есть они за пару шагов до уровня директора и до хороших доходов. Вот эти банкеты, это круто, они настолько вдохновляют. Я прошла квалификацию на Болгарии, да, то есть полетели в Болгарию за счет компании, отдохнули, вау, круто, да, это просто, ну, взрыв эмоций, это настолько, вот я говорю, это жизнь до и жизнь после конференция, это, ну, настолько она включает и дает переосмысление вообще всего, как бы своих действий, то есть ты работал и понимал, а потом просто, ну, вообще у меня теперь, да, как бы кардинально все понимая, и дальше, дальше, вперед и вперед. Вот так мы замечательно с командой отдыхали, и в Болгарии это было действительно круто, незабываемое вот это ощущение успеха, честования тебя, ребят, то есть приятно быть, ну, приятно, когда ценят твой результат, да, вот когда тебя благодарят. На обычной работе это крайне редко, бывает здесь и цветы, и сцена, и аплодисменты, и все-все-все, это как бы тебе, ну, и доход, конечно, но это приятный бонус, да. Это наши, вот мы так отдыхали. И что хочу сказать, сейчас в Хорватии идет квалификация, ребят, надо по-любому делать, потому что вот кажется, да ладно, ну, мне там много. Нет, не много, мне тоже где-то было много, можно сделать, оно того стоит. Это, ну, настолько круто и классно. И что вот хочу, да, с Хорватией еще раз вам до встречи в Хорватии. То есть, ребят, я точно знаю, что мои партнеры там будут, и желаю каждому из вас тоже как можно, кому там чуть-чуть не хватает, да, пододелывать свои уровни, чтобы обязательно там быть, ведь все-таки увидеть мир, увидеть мир за счет не свой, да, а за счет компании это очень классно, когда все-все включено, и до смешного даже магнитик не покупала за свой счет, потому что даже магнитик компания подарила. Ну, ребят, я вам основные свои моменты рассказала, я надеюсь, я была полезна, у нас тут регламент по времени, да, нужно максимально в короткий срок донести вам информацию. И что хочу сказать еще, вот обязательно верьте в себя, верьте в свои силы, верьте в чудо, да, и оно обязательно произойдет, ведь все мы сюда приходим без опыта, без каких-то там глобальных навыков, всему можно научиться, в интернете людей просто уйма, море, и просто нужно найти своих, и даже если вам кажется, что уже всех пригласили, уже все были, что-то пробовали, нет, это неправда. У меня очень много людей, которые говорят, я даже только слышал, но ни разу не попробовал, и вот донеся правильную информацию, человек заинтересовывается, и да, вот он у меня в команде. И вот команда – это сила, когда у вас большая команда, ведь уровень директора – это не просто какой-то там товарооборот, да, там, это вот действительно команда единомышленников, партнеров, и у меня вообще самая крутая команда, ребята, я вижу, вы на вебинаре, спасибо вам, я всем желаю, чтобы у вас команда тоже была суперкрутой, всем желаю колоссального роста, и уже в этом каталоге новых уровней, новых званий, и пусть следующий год, 2018-й, вам принесет, вам и вашим партнерам очень-очень много новых званий, новых вершин, и пусть сбываются те мечты, которые вы прописали себе на следующий год, тем самым вы обязательно их пропишите. Ну, была рада для вас всех выступать, всем успехов, и пока-пока! Алена, спасибо огромное за очень полезную информацию, за супер-мотивацию, конечно, мы хотим пожелать вам огромного роста, стремительного роста по лестнице успеха Арифлейм, ну и, конечно, закрывать все новые и новые уровни, мы с удовольствием будем вас честовать на наших мероприятиях. Марин, тебе тоже хочу сказать огромное спасибо, была полезная информация, интересные рекомендации, будем развиваться в этом направлении, в направлении интернет-маркетинга, спасибо огромное! И, дорогие друзья, я сейчас хочу перейти к следующему блоку, это блок «Твой успех», ой, извините, это блок «Твои сообщества», и сейчас хочу пригласить мою коллегу, это менеджер по маркетингу и поддержке продаж Арифлейм Украина Юлия Крылова, она поделится сейчас с нами новостями и всеми нашими результатами в области «Твое сообщество». Юль, приглашаю тебя, передаю слово. Субтитры создавал DimaTorzok А если без видео, меня слышно? Не слышно, да, судя по всему? А, слышно! О, супер. Ну, окей, хотела быть перед вами с видео, но раз не работает, значит, не судьба, как говорится. Друзья, я слушала предыдущего спикера и слышала, как она благодарила свою команду и говорила за то, что спасибо ей за то, что у нее есть такая крутая команда. Я, в свою очередь, присутствуя на каждом вебинаре, все больше и больше набираюсь этой гордости и хочу сказать всем вам огромное спасибо, в первую очередь лидерам, потому что для нас, как для сотрудников компании, вот эта самая крутая и здоровская команда – это вы, наши дорогие лидеры. Поэтому спасибо вам за то, что вы с нами, спасибо за то, что вы такие молодые, проактивные, делаете невероятные вещи, кайфуете от бизнеса. И, в общем-то, каждый из нас себе в очередной раз отвечает, что сегодня здесь, мы в очень правильном месте и в очень правильное время. У меня сегодня есть для вас две темы. Первая тема – это антикастинг, и вторая тема – это вечеринка менеджеров, которая уже совсем скоро. По антикастингу. На самом деле, хочу подбить небольшой итог. Это не значит, что мы сегодняшним днем заканчиваем проведение антикастингов. Просто в конце года хочется подвести некий итог и показать вам те цифры, которые вы сделали, друзья мои. Показать тот результат, который вы сделали с помощью нас, а мы с помощью вас и, собственно, те мероприятия, которые покрыли всю Украину. И мне кажется, любой другой компании стоит только завидовать, потому что та невероятная работа, то невероятное количество антикастинг-дней, которые мы провели с вами. Вот мне кажется, что уже практически нет ни единого человека, который бы не знал об этих антикастинг-днях. Перед вами, собственно, результаты, которые я сняла буквально позавчера. 92 антикастинг-днях во всей Украине. Это то количество мероприятий, которые провели вы. Это то количество мероприятий, которые зарегистрированы на сайте antikasting.net. Мы все прекрасно знаем, ну, может быть, не все, но кто-то точно знает, у кого не получалось зарегистрироваться. Только я знаю еще приблизительно 30 случаев, когда лидеры наши проводили огромные мероприятия, но по каким-то техническим причинам им не удалось зарегистрировать эти мероприятия на сайте. Поэтому здесь вот 92 – это официальная цифра, но я абсолютно четко и смело могу заявлять, что мы с вами сделали порядка 100, а то и больше антикастинг-дней по Украине. Никто не знал, что это будет такой сумасшедший успех. Мы, когда запускали это внутри компании, мы долго думали и вертели, с какой же стороны все-таки это запустить, чтобы был ток, скажем так. И для нас, как для компании, с точки зрения маркетинга, с точки зрения нового месседжа на рынке Украины, сказать, что мы сегодня другая компания, что мы делаем инновационные, что мы делаем крутые вещи, что мы рекрутируем по-другому, и в то же время, чтобы эту инициативу могли подхватить вы, и чтобы вы с помощью нее росли и развивали свои структуры. Вот мне кажется, что мы сегодня попали в самую точку, и антикастинг-дни – это для нас, для компании, с точки зрения месседжа, невероятно крутая вещь, потому что о нас пишут очень многие блогеры, о нас пишут очень многие СМИ, о нас говорят об этих антикастинг-днях. И помимо всего прочего, помимо того, что мы имеем этот здоровский успех, вы, в свою очередь, имеете тоже здоровский успех с точки зрения рекрутирования. Если говорить о количестве посещений, это приблизительная цифра, средняя, скажем так, но я тоже, это официальная цифра. Но я могу с уверенностью сказать, что 6 тысяч участников по всей Украине, которые посетили антикастинг-дни – это далеко не предел. И я думаю, что мы абсолютно точно можем говорить с уверенностью, что это 8 тысяч, а может быть и больше. Ну, представляете, вы знаете еще одну компанию, которая могла бы сделать так называемую BTL-акцию, да, ну, или что-то, с чем выходит на рынок с новым месседжем, и при этом об этом узнали порядка 8 тысяч людей по всей Украине. Это что-то невероятное, вы делаете невероятную работу, друзья мои. И если говорить непосредственно о результате, порядка 10% из этих 6 тысяч, если мы говорим об официальных цифрах, это людей, которые зарегистрировались в компанию. Порядка 18 тысяч – это то количество рекомендаций, которые получили лидеры, которые проводили эти антикастинг-дни. Что делать дальше с этими людьми? Я думаю, что те лидеры, которые проводили антикастинг-дни, они очень четко понимают, что с ними дальше делать, и как их конвертировать в своих партнеров, собственно, тех людей, которые помогут развить бизнес-лидеру и самим, собственно, развиваться в этой компании. Это невероятное количество людей. Я думаю, что если эти антикастинг-дни будут продолжаться и дальше, после Нового года, а у нас есть масса причин, чтобы проводить эти антикастинг-дни, я думаю, что это как раз тот один из самых эффективных инструментов, который поможет вам качественно рекрутировать. То, что вы помните, мы не единожды уже на вебинаре говорили, что мы не хотим рекрутировать так, как мы рекрутировали 5 лет назад. Безусловно, если кому-то удобно, если у кого-то это работает, это можно делать. Это мы не запрещаем ни в коем случае. Но сегодня на рынке работают другие инновационные вещи. Вот антикастинг – это один из них. Те лидеры, которые его проводят, в чатах делятся информацией о том, сколько у них регистраций, какие у них заказы, сколько у них людей пришло, и какой колоссальный результат они от этих антикастингов не получают. Поэтому, что хочу здесь сказать, друзья мои. Кто еще не проводил, я вас просто очень-очень-очень-очень сильно призываю подумать и подумать над тем, может быть, все-таки стоит проводить этот антикастинг-день. Поговорить с лидерами, которые его проводили. Для этого вы можете подключиться в наш чат в Телеграме, который называется «Антикастинг ЮА». Мы там отвечаем на все вопросы, которые у вас возникают. Лидеры делятся своими какими-то наработками, фотографиями. И, в общем-то, это то, где вы можете почерпнуть новые знания, и у вас будет успех. Если говорить об антикастинг-дне и об его продолжении, что мы рекомендуем делать дальше? Безусловно, антикастинг-дни – это те вещи, которые не зависят от сезонности, от времени года на улице или от того, какие еще компании есть в компании «Арифлейм». То есть их можно проводить всегда. Мы, как компания, рекомендуем вам, если вы провели уже достаточно много антикастинг-дней, можно сделать некий финал этих антикастинг-дней для того, чтобы потом стартануть новую эру, скажем так, антикастинга-дней. Мы, как компания, планируем сделать фестиваль красоты, потому что нам нужно поставить некую небольшую точку, чтобы дальше поставить запятую и продолжать новые компании. Мы хотим быть с информацией для блогеров и для масс-медиа, с количеством тех людей, которые у нас были, принимали участие в антикастинг-дней, с количеством самих антикастинг-дней. И мы для этого решили провести некий фестиваль красоты. Что это будет? Это будет в городе Киеве мероприятие, в котором мы вывесим все наши фотографии. Мы сейчас думаем о том, будем мы их распечатывать или мы можем их сделать на плазмах, чтобы этих фотографий было больше. Мы хотим сделать некое такое закрытое мероприятие для масс-медиа и для блогеров, чтобы они пришли и увидели, какой здоровский у нас проект был, чтобы они об этом еще больше писали в журналах, в интернет-изданиях, везде-везде, где об этом можно говорить. И мы думаем, что это очень здоровская идея, чтобы вы проводили такие вещи у себя на СПО. То есть, если говорить о том, что мы хотим проводить. Вы все прекрасно знаете, что когда вы видите свою фотографию где-то, например, не знаю, вас случайно сфотографировали и вывесили где-то фотографию, или вы себя увидели в видео, это невероятно впечатляет, ты об этом делишься, ты это постишь в соцсетях, ты об этом всем рассказываешь. И мы думаем, что всем людям, которые посещали у вас антикастинг-дни на СПО или в залах, в которых вы арендовали, где угодно, где у вас происходили эти антикастинг-дни, будет здорово прийти и посмотреть на себя, как это было, посмотреть на всех других участников антикастинг-дней, которые у вас их посещали. Поэтому мы рекомендуем вам выбрать один определенный день, распечатать фотографии, я дальше покажу, как это может выглядеть, и пригласить участника ваших антикастинг-дней, может быть, со своими семьями, может быть, со своими родными, может быть, со своими друзьями, чтобы эти друзья увидели, посмотрели на то, как это было прикольно, и в следующий раз пришли на ваши антикастинг-дни уже не одни, а с кем-то еще. Мы думаем, что это тоже такая очень социальная часть этого проекта, потому что мы хотим людям всем показать, какая красота у нас в Украине, какие женщины самые красивые у нас в Украине, независимо от того, как они одеваются, как они выглядят и так дальше. Каждая женщина сама по себе красива. И вот этот фестиваль красоты – это наш взгляд на красоту. Мы хотим показать, что в Арифлейм красота – это красота, как образ жизни, это то, о чем мы говорим каждый день. Поэтому это будет некая свежая фишечка, скажем так, в ваших антикастинг-днях, и это повод привести еще больше людей. Что для этого нужно сделать? Создать мероприятие, распечатать фотографии всех участников, которые у вас были на антикастинг-днях. У вас есть их электронная почта, вы можете сделать им рассылку о том, что вы их снова приглашаете на нечто более прикольное, что было ранее, на нечто, чего они не ожидают. Люди приходят, видят свои фотографии, у них будет масса эмоций, а тем более, если с ними рядом будет еще кто-то, кто оценит, как эта женщина или этот мужчина выглядит на фотографии. Организовать фотовыставку на самом деле совсем несложно. Если мы сейчас посмотрим на фотографии, которые я вам покажу, это на первый взгляд, нужно организовывать как-то большие фотографии на всю стену, все одинаковые. Но на самом деле, если у вас позволяет помещение, конечно, здорово это сделать так, как на сером фоне. Но если не позволяет помещение, то есть огромное количество различных креативных методов, как эти фотографии распечатать, на что их повесить, и чтобы люди пришли, фоткались на их фоне, фоткали себя и делились этим всем в соцсетях. Вы видите, сбоку 4 фотографии, абсолютно много. Если вы в гугле посмотрите, как еще можно вешать фотографии, там тысячи вариантов, и все это выглядит очень прикольно, вплоть до того, что вы на веревке вешаете фотографии, деревянными прищепками их пристегиваете, и это смотрится очень-очень так, знаете, по-современному. Поэтому не думайте, что это какая-то сложная концепция, это все по силам вам и по силам нам, поэтому мы хотим призвать тех, кто уже сделал антикастинг в дни, вместе с нами в феврале назначить день и сделать вот такую фотовыставку, которая будет называться «Красота как образ жизни». Ставьте мне плюсики, если идея вам нравится, чтобы мы понимали, в правильном ли русле мы креативим, собственно, то ли что это может вам помочь, чтобы вы рекрутировали еще больше, строили свои команды еще больше, и ваш бизнес еще больше развивался. Супер, вижу плюсики, меня это очень впечатляет, спасибо. Вы знаете мой номер телефона, вы знаете мою электронную почту, я в чате антикастинг.юа пытаюсь отвечать на все вопросы, поэтому вы там смело можете мне задавать любые вопросы, которые у вас возникают. Что еще хочу сегодня сказать? Еще одна очень важная тема, которая совсем-совсем близко. Это 21 января наш бизнес-семинар и вечеринка менеджера. Я, знаете, что здесь, я не ставила много фотографий, как я делаю это обычно, не говорю много информации, я просто хочу вам сказать, что те люди, которые квалифицировались и еще каким-то чудным образом не зарегистрировались, я вас призываю до 5 января, прямо сейчас, после вебинара, пойти и зарегистрироваться, потому что у нас квалифицировалось очень большое количество людей, а пропускная возможность, количество мест у нас гораздо меньше. Я вам скажу честно, что у нас на теперешний момент порядка 70% мест уже заполнено. До 5 января еще есть немножечко времени, но по моим ощущениям нам придется закрыть регистрацию раньше. Поэтому, друзья, я с абсолютно четкой уверенностью вам сейчас хочу заявить, что это та вечеринка и это тот день, которого у вас никогда не было в жизни. Я вам прямо лично это обещаю, это знаете, я сейчас говорю как человек, который принимает активное участие в организации этого мероприятия, и когда ты сам вот потираешь руки, думаешь, быстрее бы, быстрее бы началась уже, пришел этот день, потому что там такое количество всяких разных штуковин интересных вас ждет, все очень неформатное, все очень необычное для вас. Я вас уверяю, что вы даже не подозреваете, что мы для вас там готовим, но это будет невероятная бомба, и я вас очень и очень сильно призываю здесь заряжать все свои телефоны, стримить в интернет все, что там будет происходить, потому что после этого те люди, которые еще не решились присоединиться к вашей команде, у них не будет ни единого шанса отказаться. Это я вам говорю со стопроцентной уверенностью. Поэтому те, кто квалифицировался, у вас на электронной почте есть форма для регистрации, пожалуйста, заходите и регистрируйтесь. Если нет формы для регистрации, нет имейла, напишите вашему АСМу, АСМ вам поможет. Те люди, которые уже зарегистрировались, мы им отправили первую информацию по трансферам, которая нужна для того, чтобы купить, соответственно, билет в Киев и назад. Информация по трансферам у вас есть. Если вдруг нет, обращайтесь, пожалуйста, к вашему АСМу. И, друзья, очень ждем вас, очень верим, что вы получите много кайфа от этого дня. Поэтому мне остается на теперешний момент только пожелать вам очень крутого и здоровского Нового года. Сейчас то время после закрытия каталога, когда у вас есть 2 дня или 3 дня, чтобы отдохнуть, снова подпитаться новой энергией. И с нетерпением ждем вас всех в Киеве на самой крутой вечеринке, которая в Ютубе потом просто соберет миллионы откликов. Вот, у меня все. Спасибо вам, друзья. Спасибо за то, что у нас есть такие фантастические. Спасибо за успех, который вы делаете. И до встречи в новом году. Всем пока. Юля, спасибо тебе огромное. Информация супер. И еще раз это подтверждает то, что мы действительно одна команда, суперкоманда и лидеры и сотрудники. Это действительно одно целое. И очень хочется, чтобы быстрее наступил тот день, да, 21 января, чтобы мы еще раз очень классно потусили, увиделись все друг с другом, ну и, конечно же, получили огромное количество позитивных эмоций. Ну что, дорогие друзья, наш вебинар подходит к концу, и у нас еще остался один спикер. И я хочу с огромным удовольствием пригласить сюда, в нашу вебинарную комнату, директора по продажам и маркетингу «Арифлейм Украина» Виктора Афонина. Встречайте вашими бурными овациями в чате. Питя, передаю. Всем привет. Встречайте овациями, встречайте плюсиками лучше, если меня слышно. Видите, я даже гарнитуру надел специально для того, чтобы вы меня лучше слышали, поэтому поставьте плюсики, меня слышно или нет. Я буду ждать. Напишите. Чем больше плюсиков, тем лучше меня слышно. Так, отлично, отлично. Всем добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, ну не мог я пропустить такое событие, и перед Новым годом с вами не увидеться, тем более, что хочется как-то подвести итог 2017 года и сказать, а что же нас ждет в 2018 году. Готовьте вашу клавиатуру, готовьте ваши пальчики, потому что мы сейчас с вами будем общаться. И если вы думаете, я сейчас вам буду делать большую красивую презентацию с кучей слайдов, фотографий, то нет, не буду. Я хочу вам дать домашнее задание. Я хочу вам дать домашнее задание на эти два дня, перед Новым годом. Но это домашнее задание будет волшебное. Знаете почему? Потому что оно для вас очень многое расставит на свои места. И в 2018 году, я вам гарантирую, если вы сделаете домашнее задание, которое у вас займет максимум 15 минут, то в 2018 году вы получите все, что захотите. Ну что, готовы? Давайте пишите плюсики, если готовы. Давайте начнем общаться, потому что мне нужно, чтобы мы с вами были на связи. Вы знаете, я не люблю выступать, я люблю общаться. Плюсики готовы? Ну что, поехали. Смотрите. Итак, первое. Напишите, не сейчас, напишите сегодня вечером. Возьмите чашку кофе, бокал шампанского. Я могу в преддверии Нового года это сказать. Листочек бумаги. И напишите, какие цели, мечты, желания у вас в 2017 году осуществились. То есть, каким целям вы пришли. Да, сейчас вот. Я, видите, новичок еще в этой вебинарной комнате. Сейчас на меня, наверное, коллеги будут ругаться, потому что, скорее всего, мне нужно переключиться на какую-то презентацию. И там, скорее всего, будут мои слайды. А, нет, это опять не та презентация. А, Майя, ты мне поможешь? Потому что я не включил сейчас свои слайды и не могу себя найти. Вот, так. Ага. И я должен нажимать на право. И... О, вот, отлично. Все, все, все. У меня получилось. Вот, видите, да. Платформа нереально классная, но я чувствую себя реально как новичок. Тоже учусь вместе с вами. Ну вот, берете листочек и пишите те цели, желания, мечты, к которым вы пришли в 17-м году. То, что вы давно хотели, ваши мечты, ваши желания. Это может быть новое звание по уровню, по плану успеха. Это может быть поездка куда-то, куда вы давно мечтали. Или, в принципе, хотели отдохнуть. Или, может быть, это пара новых туфель, о которых вы мечтали. Вы не представляете, я вчера был в торговом центре, увидел нереальный тренч белый, мужской. Не было моего размера. У меня сейчас мечта купить этот тренч моего размера. Мечты разные могут быть. Они могут быть маленькие, большие. Вот, напишите все те мечты, которые вы в 17-м году, все те желания, которые вы реализовали. Это первая часть вашего домашнего задания. Пишите в одной колонке. Потом. Во второй колонке, знаете, что вы пишете? Те мечты, цели и желания, которые по каким-то причинам вы не смогли реализовать. По каким-то причинам они так и остались мечтами, целями и желаниями. И вот пишите все, чего вы хотите, но пока не имеете, но пока не получили. Я готов поставить 100 долларов, что первый список у вас, скорее всего, будет вот такой вот. А второй будет вот такой вот. Ну, статистика обычно такая. Я, конечно, могу кому-то проиграть свои 100 долларов, но чаще всего я выигрываю. Первый список вот такой, то, что вы получили, то, что вы хотели. А второй список вот такой. Вот такое вот у меня будет простое для вас домашнее задание. Но это еще не все. Потому что это было бы слишком просто. Ага, Виктор, и что дальше? Ну, написала я, и что с этим делать? А следующая часть этого задания, она позволит, если вы ее выполните, выполните правильно, она позволит вам эти две колонки на 18-й год, в 18-м году вот так вот поменять местами. И у вас та колонка, в которой будут желания, которые вы получили, сделали, добились, она будет вот такая вот. А то, что не получилось в 18-м, это будет вот такой вот список. Это мы на 19-й год оставим. Хотите знать, что это такое? Вторую часть домашнего задания. А вторая часть домашнего задания будет следующая. Вам необходимо написать, сколько времени в 17-м году вы потратили на то, чтобы к этим целям, к этим желаниям, к этим мечтам приблизиться. Вы примерно можете это прикинуть. Да, сколько действий вы сделали для того, чтобы к этим мечтам приблизиться. Я немножко усложню условия. Я сделаю это чуть посложнее. К этой категории мы можем отнести всего два действия. Кто мне скажет первым, какие это действия могут быть? Мы находимся в бизнесе прямых продаж. Итак, внимание, вопрос, кто будет первым. Какие действия в бизнесе? Привет, Лилия, рекрутинг, молодец. И второе действие. Какие действия в бизнесе прямых продаж у нас приводят к результату? Продажи. Абсолютно верно. Рекрутинг и продажи. Молодцы. Я думаю, что товарооборот абсолютно верно. Рекрутирование и товарооборот. Рекрутирование и продажи. Смотрите, мы находимся с вами в бизнесе. В бизнесе прямых продаж. Какая бы аура сказочная не окружала MLM бизнес. Бизнес, прямых продаж, где возможно все, это в любом случае бизнес. В бизнесе надо работать. Иногда в бизнесе надо пахать. Иногда в бизнесе нужно работать круглые сутки. Потому что это бизнес, по-другому не бывает. Так в любом бизнесе. Поэтому в нашем бизнесе у нас с вами, почему у нас уникальные возможности? Потому что у нас с вами уникальный бизнес. Он позвоняет любые цели и желания реализовать. Есть маленький нюанс. Только два основных действия, которые приводят к результату, непосредственно к результату в этом бизнесе прямых продаж. Это непосредственно рекрутирование и продажи. Продаж. Существует еще огромное количество других действий, без которых тоже никуда, которые тоже очень важны, нужны и так далее. Их нужно обязательно делать. Но те действия, которые вас приводят к результату, это рекрутирование и продаж. Но, вы знаете, вот сколько я общаюсь с лидерами, с консультантами, бытует мнение, некоторые люди не боятся рекрутировать и продавать, не любят, не умеют, не хотят, говорят, ой, нет, это не для меня, вот пусть кто-нибудь другой, а я буду только лично потреблять, а рекрутировать и продавать это не для меня. Окей, супер, как бы не вопрос, да? Но если мы говорим о реализации ваших целей и мечтаний, то тогда мы говорим о том, что эти два действия нужно делать обязательно. И у меня для вас есть отличные новости. Дело в том, что, как мы себе представляем рекрутирование? Ну, мы себе представляем, что мы выходим на улицу с каталогом Арифлейм, со стойкой, выдергиваем случайных прохожих и говорим им, ты хочешь стать директором и зарабатывать хорошие деньги или ездить вместе со мной на золотые конференции? Тогда приходи в Арифлейм, я тебя сделаю своим ключевым партнером, я вижу в тебе бриллиантового директора. Вот так вот мы себе представляем рекрутирование, да? Все изменилось. Оно уже не такое. С продажами то же самое. Когда люди говорят, что они боятся продавать, как они себе это представляют? Они себе представляют, что они с этим каталогом ходят стучаться по офисам с сумкой полной продукции, где им говорят, ой, нет, спасибо, мне уже не нужно. Примерно так себе люди представляют продажи. Все изменилось. Я хочу, подводя итог этого года, показать вам, насколько все изменилось. Сегодня на вебинаре об этом уже много говорилось. Я хочу обратить ваше внимание на то, что рекрутирование, о чем мы сегодня говорили, оно стало совершенно другим. Если у вас, смотрите, как Юля сейчас только что сказала, если у вас отлично получается сразу же приглашать на бизнес, сразу же приглашать в Арифлейм, сразу же приглашать на продукцию или на возможности. Если вы умеете уже это делать, замечательно, супер, продолжайте это делать. Если что-то работает, не надо это ломать, правильно? Я скорее сейчас обращаюсь к тем людям, которые либо новички, у кого это не было, у вас тоже ведь есть новички. И вы им сразу скажете, приглашаю в Арифлейм, а как? Мы вам хотим рассказать о двух способах, как можно рекрутировать и продавать, получая от этого удовольствие. А я вам хочу сказать, самый главный индикатор. Правильно у вас все идет или нет? Ответьте себе на вопрос. Плюсик или минусик? Лично себе поставьте. А вы любите рекрутировать? Вы кайфуете от этого? Да, нет. Если нет, что-то идет не так, надо что-то менять. Продажи то же самое. А вы любите продавать? Да, нет. Если нет, вы не кайфуете от этого, не любите, страшно, что-то идет не так. Потому что рекрутинг и продажи это самое веселое, самое качественное, самое приятное, самое результативное и кайфовое вообще, что может быть. Особенно если делаешь это с командой. Так вот, как мы сегодня рекрутируем? Приглашать нужно людей на что-то. Сегодня такое изобилие продукции, сегодня такое изобилие возможностей, что людей просто пригласить на возможность заработка. Да нет, спасибо, меня уже раз 10 сегодня приглашали за сегодняшний день. Или просто людей пригласить на продукт, да ой нет, спасибо, вы знаете, в магазине я подойду на полке кучи этого продукта. Это нужно быть действительно искусно, уметь это делать, уметь это делать и любить. Если вы это еще делать не умеете и не любите, у нас для вас есть офигенный инструмент, это наше сообщество, это то, о чем сейчас Юля рассказывала, это антикастинг. Как вы думаете, тяжело девушку пригласить на бьюти фотосессию? Да вот так вот легко. Тяжело девушку или женщину пригласить на wellness клуб, для того, чтобы она похудела или скорректировала свой вес, или просто лучше себя стала чувствовать? Да вот так легко. Как вы думаете, сложно пригласить девушку на спа-процедуру, на сессию по уходу за кожей лица? Это вот так вот легко делается. То же самое или на какую-то мейкап-сессию. Поэтому сегодня рекрутирование это приглашение на сообщество, это приглашение на вот такие замечательные тусовки, которые мы вместе с вами организуем. И я, честно говоря, впечатлен результатами антикастинга, которыми Юля сейчас поделилась. Это колоссальный успех, вы большие молодцы. Вы распробовали эту инициативу, теперь продолжайте ее делать регулярно, каждые выходные. Это мощнейший инструмент для рекрутирования. Если вы не делаете антикастинг, задайте себе вопрос, а какую инициативу вы со своей командой или в своей структуре проводите, на которую вы можете приглашать. Поэтому первое, рекрутирование в 2018 году обязательно на какую-либо активность организуем и с удовольствием приглашаем на эту активность. Если приглашаем без удовольствия, то значит что-то идет не так, что-то нужно менять. А в этом вам с легкостью помогут наши АСМ. Итак, рекрутирование должно приносить удовольствие. И в 21 веке мы рекрутируем на какие-то тусовки, на сообщества, на интерес. Люди с удовольствием на это идут. Мы увидели по тысячам участников антикастинга, которые пришли на наши бьюти-фотосессии. Второе, о чем мы начали говорить, это продажи. И вы знаете, здесь я тоже впечатлен вашими результатами. А поставьте, пожалуйста, пятерочки. Вот не плюсики, а пятерочки поставьте, кто принял участие в нашем предновогоднем марафоне продаж. Кто звонил своим знакомым, друзьям, помогал им определиться с новогодними подарками, отчитывался в чат своему АСМу. Пятерочки пошли, плюсики тоже пошли, пятерочки. О, отлично. Ох, я вижу, кто-то вообще там по 10 пятерок ставит. Я так понимаю, что вы очень активно включились вместе со структурой в эту инициативу. И вы знаете, я у нас, вот мы сейчас, я еще не смотрел последний отчет, но мы фактически перевалили сегодня, либо сегодня переваливаем уже 100 тысяч звонков. Вы можете себе представить, мы запустили эту инициативу меньше, чем 2 недели назад. Меньше, чем за 2 недели вы сделали 100 тысяч звонков. 100 тысяч ваших знакомых, друзей получили звонок с рассказом о том, что, слушай, я сейчас заказываю себе новогодние подарки, может быть тебе что-то тоже заказать, потому что в Арифлейм огромное количество предложений, 100 тысяч звонков. И самое главное, вы знаете, что это не просто 100 тысяч звонков. За каждые 10 ваших звонков, неважно, результативные они или нет, мы передаем один продукт, один подарок в областные детские дома. Это значит, что уже на сегодня мы собрали с вами 10 тысяч подарков, 10 тысяч продуктов для детей в областных детских дома. Я хочу вам от себя лично, от всей нашей команды сказать огромное спасибо, потому что без вас эта инициатива не получилась бы, не удалась. Вы огромные молодцы, что вы это сделали. Мы обязательно в январе снимем фотоотчет и с вами поделимся, когда мы поедем передавать эти подарки детям. Но давайте вернемся к самому марафону. Зачем мы это сделали? Особенно в предновогодний период. Смотрите, мы это сделали для того, чтобы... И когда мы начали получать обратную связь от вас, мы поняли, что было очень правильное время. Особенно большие благодарности мы получали от тех, кто никогда не звонил своим клиентам. Ну, может быть, боялись, не знали, не умели и так далее. Может быть, кто-то привык работать онлайн, работать в чатах, но клиентам звонить не звонил. И вот когда эти люди начали звонить клиентам, в чатах мы получали столько положительных отзывов. Спасибо, что помогли нам со стритами, спасибо, что организовали марафон. Я боялась всегда позвонить, а тут попробовала. Оказывается, это так классно и прикольно. И мне еще друзья благодарны, еще я денежек заработал, еще деткам помогла и так далее. Это нереально круто. Продажи – это весело, продажи – это кайфово, продажи – это результативно. Если по-другому, то значит, что-то делается неэффективно. Обратитесь к нам, мы знаем, как продавать, мы вам поможем. А если все делается правильно, вы получаете от этого удовольствие, вы получаете результат, и вы обязательно делаете это вместе с командой. Поэтому продажи – это то, на чем мы будем делать большой фокус в 2018 году. Так вот, возвращаясь к нашему домашнему заданию. Посчитайте, сколько в 2017 году времени вы тратили на рекрутирование, и сколько времени потратили на продажи. И если вы видите, что этого времени было сделано мало, то вы тогда понимаете, или недостаточно вы чувствуете, вы понимаете, почему список осуществленных желаний, он вот такой. В 2018 году я предлагаю вам весь свой фокус, все, что вы делаете, делать с точки зрения «хорошо», а это помогает моему рекрутированию? Или это и есть рекрутирование? А это и есть продажи? Это помогает моим продажам? И сделать это не в конце 2018 года, через год, а делать это каждый вечер. Я каждое утро, когда я просыпаюсь, я думаю, так, хорошо, что я сегодня сделаю, чтобы увеличить рекрутирование и продажи в Reflame Украина? Я хочу, чтобы каждый из вас делал это точно так же. Что я сделаю сегодня, чтобы увеличить продажи в моей структуре? Что я сделаю сегодня, чтобы увеличить свой личный рекрутинг? И так далее. Делайте это упражнение каждое утро, так, что я сегодня сделаю? И каждый вечер, ага, а что я сегодня сделал? И я вам гарантирую, что ваши результаты увеличатся в разы. Я вам гарантирую, что когда мы в конце 2018 года вместе с вами будем делать точно такое же упражнение, список тех желаний, которые у вас реализованы, он будет вот такой, либо, может быть, он будет вот такой, но это будут вот такие желания, да? А список тех желаний, которые остались, он будет вот такой вот маленький. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и хочу вам сказать, вы знаете, для меня, для Катрин, для нашей команды это был нереальный кайф работать с вами в этом году. Потому что то, что вы показали не только в Арифлейм Украина, то, что вы показали всему миру, как Арифлейм Украина умеет работать, это достойно восхищения, это достойно аплодисментов, благодарностей. И вообще я снимаю шляпу, потому что в 2017 году вы сделали нереальное, вы сделали то, что в течение пяти лет не получалось сделать. Вы переломили продажи в Арифлейм Украина, позитивный тренд, в плюс мы сейчас находимся в стабильном, в уверенном росте, в новых званиях, в огромном количестве квалификаций и все это ваши результаты. Вы огромные молодцы. Наш поезд, наш экспресс в мечте набирает обороты. И только от нас с вами зависит, с какой скоростью он будет ехать. И только от нас с вами зависит, какое количество людей запрыгнет в него, пока он уже не набрал обороты, пока еще такая возможность есть. Обязательно фокусируйтесь на рекрутировании и на продажах в 2018 году. Я вам гарантирую, вы добьетесь тех целей, которые себя поставили. Хочу с вами встретиться 21 января с теми, с кем мы не увидимся на тусовке менеджера, увидимся в Хорватии, с кем не увидимся в Хорватии, увидимся на золотой конференции. Я хочу, чтобы наши встречи за границей были чаще и вас там было больше. С теми же, с кем мы не увидимся ни в Хорватии, ни на золотой конференции, мы увидимся в январе на нашем новом вебинаре. Желаю вам успехов, роста, путешествий и всех-всех-всех ваших желаний, которые вы сегодня напишите себе в списке на 2018 год. С наступающим вас Новым Годом! Вы большие молодцы! Привет и удачи! Пока-пока! Виктор, спасибо огромное! Все записали домашнее задание, и я тоже, главное теперь его выполнить. Ну и, ребят, в завершении, конечно же, хочу с огромным удовольствием поздравить вас с наступающими праздниками. Пожелать вам счастливого Нового Года, мира и добра вашим семьям, путешествий в новом году, карьерного роста, ну и, конечно, гармонии во всем. И сейчас хочу передать привет и поздравление от всех сотрудников Арифлейм Украина. И, пожалуйста, предлагаю вам посмотреть наш замечательный ролик. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok